Симпозиум Симпозиум На самом деле количество участников могло быть гораздо больше, и мы сознательно пошли на то, что ограничили участие не более 100 человек, ну по существующей информации со службы регистрации не более 80 на самом деле должно быть. В этом плане мы соблюдаем все рекомендации и кабинета министров республики Тарстан, и федеральных органов государственной власти. Те коллеги, участники, которым мы вынуждены были отказать в очном участии симпозиума, они имеют возможность наблюдать за его работой онлайн. То есть мы ведем прямую видеотрансляцию в интернете данного мероприятия. Можно. То есть есть возможность присоединиться к нашей группе в социальной сети ВКонтакте, и так же, как и в прошлом году и позапрошлом году, там ведется онлайн-трансляция. Кроме того, как вы знаете, мы ведем полную видеотрансляцию, ну за сегодняшнее заседание будет около 6-7 часов полноценного видео. И это видео в двух частях также мы обработаем после проведения симпозиума, и оно будет также обнародовано, опубликовано в сети интернет. Поэтому, в общем-то, у нас в этом году такая смешанная схема проведения нашего мероприятия, то есть онлайн и оффлайн формат, они совмещаются. Уважаемые коллеги, ну в самом начале я просто хотел бы озвучить некоторые данные со службы регистрации и поблагодарить на самом деле всех тех коллег, которые нашли возможность в начале учебного года, это образовательное учреждение, либо представители судебной системы и органов государственной власти, общественных организаций. Но все равно сентябрь месяц, это непростой месяц, как правило, после летних отпусков, нашли возможность приехать в наш город, в Казанский университет. И вот по существующим данным, вот в этом зале представлено 15 субъектов Российской Федерации. Это город Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Республика Адыгея, Республика Башкорстан, Республика Татарстан, Республика Удмуртия, Саратовская область, Владимирская область, Самарская область, Омская область, Пермский край, Ростовская область, Томская область, Свердловская область. То есть, как вы видите, география участников достаточно обширна. Я очень признателен коллегам из судебной системы, потому что наука без практики, она бессильна и безвольна, и в этом плане нас ежегодно поддерживает Верховный суд Республики Татарстан, Ильгий Садрисович еще чуть попозже выступит с докладом. Я хотел сказать большое спасибо Ильгии Садрисовичу. Также нас поддерживают еще представители 14 судов по той информации, которая у нас есть. У нас в зале присутствует руководитель суда по интеллектуальным правам Людмила Александровна Новоселова. Спасибо вам большое за участие в нашем мероприятии. Также представлен у нас арбитражный суд Павловского округа, 11-й арбитражный апелляционный суд, 12-й арбитражный апелляционный суд, 17-й арбитражный суд Республики Адыгея, арбитражный суд Республики Татарстан, арбитражный суд Саратской области, арбитражный суд Удмуртской республики, Владимирский областной суд, Томский областной суд, Верховный суд Республики Татарстан, Конституционный суд Республики Татарстан и Октябрьский районный суд города Саратова. Большое спасибо коллегам из судебной системы. Научные дискуссии, конечно, с учетом практических рекомендаций, они намного ценнее из себя представляют. Я думаю, по статистике достаточно. Могу лишь сказать, что более 20 федеральных учебных образовательных учреждений представлено. С самого разного уровня и представительства московских вузов я могу отдельно отметить, что в зале присутствует член-корреспондент Академии наук Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Андрей Владимирович Габов. Спасибо, Андрей Владимирович, за возможность принять участие в нашем мероприятии. Уважаемые коллеги, прежде чем приступить к научной части, я бы хотел предоставить слово проректору Казанского федерального университета Алишову Тимирхан Булатовичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас сегодня в стенах Казанского университета, в зале свидания ученого совета, на симпозиуме, в седьмом симпозиуме журнала «Вестник гражданского процесса». Я хочу вас приветствовать от имени администрации Казанского университета, от имени Ильшат Ракадыча Гафурова, ректора. Он находится у нас, к сожалению, в отпуске в эти дни, в коротком, непродолжительном. И вот буквально он звонил и еще раз попросил передать слова приветствия и сожаления о том, что он не может лично принять участие в открытии такого большого собрания. И начать свое обращение к вам я бы хотел со слова благодарности за то, что вы своим решением принять участие в данном мероприятии позволили ему состояться наперекор пандемии в очном формате. У нас сейчас большой опыт уже проведения онлайн-мероприятий. Это, с одной стороны, хорошо, потому что подключается большое количество людей из разных концов страны, география, наши большие пространства здесь не являются препятствием. Но, безусловно, такие онлайн-мероприятия не позволяют случиться межличностному общению, кулуарному иногда общению, когда есть возможность завязать какие-то связи. То, что часто называют такой социализацией, вот этого не происходит. Это зачастую очень важно для того, чтобы появились какие-то новые идеи, новые проекты появились на свет. Говоря о радости встречи, не могу не отметить, что это уже седьмой по счету симпозиум журнала «Вестник гражданского процесса». И, готовясь выставить перед вами, мы сравнили программу за последние три года и обнаружили, что состав участников у нас очень стабилен всех этих мероприятий. И это говорит, конечно, о формировании такой своеобразной команды, корпорации вокруг журнала, которая заинтересована, она формируется вокруг проектов, реализуемых в Казанском университете. Это действительно позволяет говорить о высоком уровне журнала и мероприятия, и о наличии такого собственного бренда уже федерального масштаба, и в том числе бренда на нашем юридическом факультете. Ну, говоря о бренде, я подразумеваю наличие такого узнаваемого, устоявшегося знакового мероприятия, которое вообще начиналось в такой небольшой аудитории в нашем юридическом факультете, в главном здании, и представляло собой группу авторов, единомышленников, которые консолидировались вокруг молодого еще тогда журнала. А затем, за время своего существования, оно сменило ряд локаций, это мероприятие, оно бывало и в арбитражном суде Павловского округа, и спустя три года вернулось в этот зал, но и стало таким же узнаваемым, наверное, как и юридический форум в Санкт-Петербурге известный, как Московская юридическая неделя, Пермский конгресс ученых-юристов. Однако, говоря об узнаваемости, упоминая столь серьезные мероприятия, нельзя не отметить, что симпозиум носит и более узкий отраслевой характер, а также то, что он зародился как проект именно журнала «Вестник гражданского процесса», который по сей день остается, наверное, единственным юридическим журналом, проводящим мероприятие такого масштаба. И замечательно то, что это мероприятие у нас проходит в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований, который поддерживает подобного рода мероприятие. Также отдельным поводом, позволяющим говорить о брендовости, является тематика мероприятия, которая ежегодно определяется усилиями всех присутствующих в этом зале, так, чтобы сочетать в себе как возможность таких фундаментальных, глубоко доктринальных, наверное, докладов, так и для докладов, связанных с актуальными вызовами современности правоприменения. Так, тема этого года, она, в соответствии с сложившимся трендом, позволяет затронуть, как давно обсуждаемую концепцию единого гражданского процессуального кодекса, и вопросы гармонизации и унификации, так и осветить отдельные аспекты прошедшей масштабной процессуальной революции у нас в России, а также в свете рассмотрения вопросов о расформировании комфортной юрисдикции применяемого права, выступить с докладами, связанными с изменениями уже в материальном праве. Безусловно, заявленные темы выступлений и сформированная программа позволят и в этом году провести мероприятие, насыщенное дискуссиями и обсуждениями, и при этом крайне важно, что в этом зале собрались не только выдающиеся ученые со всей России, но и правоприменители, судьи, юристы, которые всегда находятся на передовой, на фронтире и на себе ощущают все происходящие изменения и развитие законодательства. Особенно ценно, что вскоре к нам в онлайн режиме, к сожалению, но тем не менее, присоединится наш постоянный гость, друг нашего университета, глава комитета Государственной Думы Российской Федерации по государственному строительству и законодательству Павел Владимирович Кашининников. В завершение, коллеги, я хочу поблагодарить вас за решение начать учебный год именно в стенах нашего университета. Рады, что погода нас пока еще радует, хотя уже вроде поздний сентябрь, но у нас такое легкое бабье лето, у вас есть возможность погулять по кампусу университета, посмотреть, хотя, я думаю, многие из вас здесь бывали и не раз, и знакомы с нашими зданиями, помещениями, главное, с людьми, которые здесь работают. Ну а мы всегда открыты к диалогу, всегда готовы вместе с вами работать, сотрудничать, поэтому еще раз я благодарю вас за то, что вы приняли решение сегодня приехать к нам в стены Казанского университета. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, Тимирхан Быватович, за теплые слова о журнале, о нашем мероприятии, они на самом деле для нас очень важны, когда звучат из уст руководства университета, и нас воодушевляют на следующее наше научное изыскание. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я с огромным удовольствием хотел предоставить слово доктору юридических наук, декану юридического факультета Лиле Талгатовне-Бакулиной. Спасибо, Тимирхан Быватович. Здравствуйте, уважаемые коллеги, участники симпозиума журнала «Вестник гражданского процесса». Седьмой раз юридический факультет Казанского федерального университета принимает свои научные объятия не просто участников, известных российских ученых, цивилистов, практиков, но, я полагаю, именно друзей. С 2014 года редакция журнала совместно с партнерами, представителями юридического сообщества России и зарубежных стран ежегодно проводит симпозиум журнала «Вестник гражданского процесса». Каждый год тематика посвящена тем вызовам современной правовой действительности. И мне хотелось бы в этой связи напомнить вам, что в 2014 году мы обсуждали с вами эволюционные процессы, которые происходили в гражданском праве и в гражданском процессе. В 2015 году говорили о реформировании гражданского процессуального законодательства. Казанский арбитражный день провели вместе в 2016 году и обсуждали ближайшие перспективы электронного правосудия в 2017 году. В 2018 году в арбитражном суде Поволжского округа рассматривали и обсуждали доказательственное право в цивилистическом процессе. И в 2019 году отмечали юбилей Дмитрию Ивановичу Мэйеру и соответствующую одноименную награду вручали уважаемому Павлу Владимировичу Куршенинникову и покойному Михаилу Юрьевичу Челышеву, его семье. И седьмой симпозиум журнала «Вестник гражданского процесса» он также посвящен одной из актуальных проблем гражданского процессуального законодательства, его кодификации, которая неизбежно скажется и на юридической практике, и на юридической науке. Человек стремится не только к комфортной среде обитания, но и к комфортной юрисдикции. И я уверена, юристам, присутствующим в этом зале, и особенно юристам, которые присоединятся к нам по видеоконференцсвязи, все по зубам. И провести кодификационные работы, и сформировать комфортную юрисдикцию. У нас с гражданским процессуальным законодательством еще предстоят отдельные юбилеи, которые, я думаю, что мы тоже будем справлять. Это 2023 год, столетие со дня принятия первого гражданского процессуального кодекса РСФСР и ряд других событий, которые также связаны с развитием гражданского законодательства, гражданского процессуального законодательства. Поэтому я думаю, что это еще долгая история и научных дискуссий, и соответствующей работы Совета по кодификации законодательства при Президенте РФ. Поэтому, уважаемые коллеги, от имени всего коллектива юридического факультета и от себя лично, я желаю всем вам плодотворных дискуссий на суше и на воде, замечательного времяпровождения в Третьей столице России, и конструктивных законодательных предложений по кодификации гражданского процессуального законодательства. Успехов всем нам! Спасибо, Лилия Толгатовна, за также теплые слова, за неизменное доброе отношение к всем начинаниям нашего журнала. Поддержка юридического факультета нам очень важна, и даже сегодня вы нам некоторые новые идеи, новые ориентиры неожиданно подсказываете. Столетие, кстати, принятие первого ГПК, я даже как-то не задумывался, на самом деле. Приближается, на самом деле. Дата очень такая серьезная. Спасибо, Лилия Толгатовна. Уважаемые коллеги, я с огромным удовольствием хотел предоставить слово председателю Верховного суда Республики Тарстан, Ильгизу Идрисовичу Гелазову. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Кодификация законодательства является одним из базовых условий его стабильности, согласованности и эффективного правоприменения. В настоящее время цивилистическое и процессуальное законодательство находится в процессе серьезных изменений, связанных в том числе с созданием новых кассионных и апелляционных судов в общей юрисдикции. Работа по кодификации началась давно. Почти шесть лет назад была принята концепция Единого гражданского процессуального кодекса. Целью таких изменений была унификация процессуальных правил для устранения противоречий и системных различий в процессуальных кодексах. К большому сожалению, активная стадия разработки кодекса в настоящее время фактически приостановилась. Не секрет, что некоторые изменения, вносимые в действующее процессуальное законодательство, в некоторых случаях носят бессистемный и срочный характер. При регулировании однотипных вопросов внутри Единого механизма законодательства иногда встречаются противоречия и неясности, что снижает его эффективность, порождает нестабильность правоотношений, приводит к обесцениванию роли закона и права в целом. Представляется, что причиной этому отсутствия единого подхода и алгоритмов к разработке кодекса. Проблема, на наш взгляд, заключается в том, что работу над основными положениями цивилистического процессуального законодательства ведут разные, не связанные между собой группы ученых и практиков. Для устранения этих недостатков, в первую очередь, необходимо решить вопросы взаимодействия при разработке положения законодательства. По нашему мнению, законодатель должен иметь системный взгляд при разрешении схожих процессуальных вопросов. Отсутствие системного подхода приводит к неоправданным различиям в видах судопроизводства, сложностям правоприменения, отсутствию единообразной практики судов и единых процессуальных механизмов при разрешении споров. В этой связи актуальным направлением развития цивилистического процессуального законодательства должна стать работа не просто по систематизации законодательства, но и по его кодификации. Вместе с тем, как указывает Талия Ярулана Хабриева, первоначально необходим всесторонний анализ всего законодательства, обобщение практики его применения, изучение зарубежного опыта, о подготовке единого кодифицированного акта может рассматриваться в качестве одной из перспективных задач. Перенасыщенность правового поля различными, иногда взаимоисключающими положениями неизбежно ведет к противоречиям и приводит к невозможности формирования комфортной юрисдикции, подрывает доверие к суду как правоприменителю. Важно отметить, что некоторые вопросы, которые требовали устранения путем принятия единого процессуального кодекса, в настоящее время уже частично разрешены. В частности, речь идет о принятии кодекса административного судопроизводства, изменении порядка конституционного рассмотрения дел, частичном упразднении института подведомственности, появлении возможности подачи документов в электронном виде для судов общей юрисдикции. Кроме того, за последние годы появились новые процессуальные институты, например, модуль электронного распределения дел, обязательное аудиопротоколирование и так далее. Таким образом, фактически все предпринятые законодательным меры плавно ведут к унификации цивилистического процессуального законодательства. Полагаем, что на данном этапе нет необходимости в спешном принятии единого кодекса. Вместе с тем, есть необходимость и потребность в активизации работы по определению единых процессуальных механизмов в различных видах судопроизводства – гражданском, административном и арбитражном. Нужны научно и практически обоснованные, обдуманные, постепенные и поступательные действия по концептуальной унификации законодательства, конечной целью которой является принятие единого кодифицированного нормативного правового акта, регулирующего цивилистические и процессуальные отношения. При этом единство системы правового регулирования будет зависеть в первую очередь от того, насколько будут выявлены и учнены все особенности различных видов судопроизводства. Особое внимание необходимо обратить на судебную практику, как судов общей юрисдикции, так и арбитражных судов. Наряду с этим для достижения конечной цели необходимо обеспечить тесное взаимодействие органов судебной власти и научного сообщества. Как писал Павел Владимирович Крашенинников, Кодификация – это снос старого и постройка нового дома, но с частичным использованием полученных от сноса материалов. Поэтому задача перед законодателем стоит сложная. Не просто создать новый кодекс, а плавно и безболезненно войти в существующую систему права, сохранив при этом устоявшиеся внутрисистемные и функциональные связи между нормативными правовыми актами. Особое внимание следует уделить тому обстоятельству, что законодательство не должно затруднять диалог между обществом и государством. Для этого нужно придерживаться общемировой тенденции по упрощению языка законодательных актов. Так, например, в недавно опубликованной коллективной монографии сотрудников Национального исследовательского университета Высшей школы экономики было отмечено, что законодательство России с 1991 года стало сложнее на 30%. Юридическое сообщество подтвердит, что некоторые законодательные акты характеризуются сложной юридической техникой и структурой, что порой усложняет их понимание даже профессиональными юристами. Однако нужно понимать, что это связано в первую очередь с усложнением самой природы общественных отношений. Поэтому при разработке кодифицированного акта следует придерживаться единых юридико-технических и лингвистических подходов в целях последующего единообразного применения. Мы уверены, что успешно начавшийся процесс кодификации цивилистического процессуального законодательства будет доведен до конца, что позволит выстроить стройную и логическую систему законодательства, а также обеспечить комфортную юрисдикцию как для лиц, обращающихся в суд за защитой своих прав и свобод, так и для правоприменителя. Спасибо за внимание. Спасибо, Ильгий Сидорисович. Вы остаетесь верным себе, и мы слышим не только приветственное слово, но очень, на самом деле, ценные вещи в виде уже практически полноценного доклада. Я очень признателен за то, что вы делитесь с нами своими взглядами. Я лично сейчас отметил, что действительно работу по совершенству законодательства ведут разные группы ученых, отсутствует системный подход, возможно, в некоторых вещах. Но то, что нужно унифицировать, может быть, а не принимать единый кодекс, эта идея наверняка найдет отражение уже в неких универсальных подходах во всех процессах, не только в гражданском, но и в административном. Вот эта идея, она очень близка, на самом деле, тем взглядам, которые многие ученые исповедуют. Спасибо вам большое, Ильгий Сидорисович. Уважаемые коллеги, я также с большим удовольствием хотел бы предоставить слово замечательному выпускнику Казанского университета, исполнительному директору, руководителю аппарата Общероссийской общественной организации Ассоциации юристов России Станиславу Витальевичу Александрову. Добрый день, уважаемые коллеги. Я прежде всего хочу всех поприветствовать от имени Ассоциации юристов России. Сейчас подойдет. Большой привет сегодняшнему мероприятию передавал сопредседатель Аюр Сергей Вадимович Степашин, который является почетным доктором Казанского университета. Павел Владимирович Рашининникова, я надеюсь, мы сегодня еще услышим лично по видеоконференц-связи Ассоциации юристов России и Республик Татарстан Казанский университет давно и плотно сотрудничают. Я хочу еще раз от нашей организации поблагодарить лично президента Республики Мениханова, председателя нашего регионального отделения здесь, Халикова. Хотел бы отметить, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на встрече с правительством Российской Федерации еще в конце прошлого года особо отметил необходимость и важность вопросов развития отечественной юрисдикции, повышения ее конкурентоспособности и, как результат, более эффективную защиту прав инвесторов, чтобы способствовало привлечению еще больших инвестиций в экономику, и, на мой взгляд, это такая прямая связка юридическая и экономическая, и, безусловно, сегодняшний симпозиум, его отличительная черта – это связь науки, практики, и, мне кажется, вот на примере темы юрисдикции мы видим конкретную связь юриспруденции и реального сектора экономики. Ассоциации юристов России регулярно проводят сессии, посвященные российской юрисдикции на Петербургском международном экономическом форуме. На российском инвестиционном форуме, на восточном экономическом форуме спикерами этих сессий выступает и генеральный прокурор России, министр юстиции, уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Юрьевич Титов. И я хотел бы пригласить всех заинтересованных и желающих выступить также участниками вот этих мероприятий. Ну а сегодня я хочу пожелать всем интересной и плодотворной работы успехов Ассоциации юристов России готова к продолжению активной совместной работы. Станислав Китович, большое спасибо. Спасибо за неизменную поддержку многих инициатив юридического факультета. Уважаемые коллеги, мы двигаемся дальше по программе с небольшим опозданием. Вот мы сейчас хотели бы некоторые технические моменты. У нас телемост работает. Нас Павел Владимирович вот сейчас, так сказать, по программе должен подключиться. Да, я подключился. Павел Владимирович, добрый день. Да, добрый день, приветствую. Слышно? Все нормально? Да, все, мы вас прекрасно слышим. Спасибо. А я вас вижу прекрасно и с самого начала наблюдаю, как вы замечательно работаете. Всем привет. Да, уважаемые коллеги, ну мы вот переходим к очень интересному, так сказать, месту нашей программы. Павел Владимирович нас ежегодно поддерживает и радует. В этом году новая книга была презентация в Москве, в российской газете. Я так понимаю, вторая презентация в Казани. Это новая книга Павла Владимировича «Советское право. Итоги. Очерки о государстве и праве 1962-1964 год». Мы с Павлом Владимировичем немного поговорили, то есть он хотел бы показать презентацию этой новой книги, рассказать о ее содержании. И дополнительно, согласие Бронислава Мячеславовича, мы бы очень попросили с Павлом Владимировичем выступить Бронислава Мячеславовича Гангалу, потому что он один из тех людей, который первый эту книгу изучил, прочитал, дал некоторые ценные рекомендации. То есть, по крайней мере, некое обсуждение было. И, в общем-то, мы можем начинать. Павел Владимирович, пожалуйста, слово вам. Павел Владимирович Коршененников, доктор юридических наук, профессор, председатель комитета Государственной Думы, седьмого созыва. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемый Дамир Хамедович, уважаемые коллеги. Я с удовольствием послушал приветственные речи, которые в себе содержали очень много существенных вещей, существенных замечаний, в том числе по работе с процессуальным законодательством. Я с этим полностью согласен. Должны быть единые подходы. Кодификация должна быть кодификацией, а не чем-то другим. И, конечно, наша в том числе задача сделать так, чтобы на данном этапе, когда принималась Конституция и после, у нас происходит такая вспышка, что нужны новые кодексы. Ну, например, не поверите, было предложение при подготовке вот я сижу здесь в комитете, в нашем вот здесь зал заседания, в этом зале было предложение хозяйственный кодекс, допустим, принять. Вот это такая история, как раз то, чем я на тот момент занимался и историю этого процесса. Сейчас вот была история по поводу экологического кодекса, социального и так далее, и так далее. Ну, то есть коллеги понимают, что тема важна, мы не возражаем. Коллеги понимают, что надо что-то делать. Мы тоже за и готовы помогать. Но что такое кодификация, конечно, вот надо им, видимо, почаще приезжать в Казань. Ну, там, может быть, не семь раз, а, может быть, 77, и, конечно, слушать наших коллег, что это такое, как нужно этим заниматься и так далее, и так далее. Поэтому это все я полностью поддерживаю. Я благодарю Лилию Талгатовну. Спасибо, Лилия Талгатовна, что вы всегда с нами. И я, к сожалению, пока не проверил там насчет портретов, какие у вас там висят. Но ничего, мы к этому еще придем. Павел Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, да, спасибо. Спасибо большое. Теперь насчет книг. Я бы хотел просто напомнить, что я последнее время занимаюсь в том числе историческими очерками, исследую государственное право. И я не знаю, как у нас сейчас тут насчет слайдов, получится или нет, но я просто напомню... Да, вот они были, да? Вот все. И я просто напомню, что это четвертая книга. И мы в Казани все книги презентовали. Я чрезвычайно благодарен Казанскому университету. Ну вот, первая книга, это как раз 1881 год, 1917. В 1981 мы знаем, что было убийство Александра II. И у нас началась такая эпоха государственного права, которую я, в общем, назвал «Серебряный век права». Здесь я описываю вот эти все моменты, которые тогда существовали. Я хочу напомнить, что у меня методика такая. Я не методика, точнее, а подход. У меня первая глава – это что происходило в государстве. Вторая – это то, что, в общем, кто занимался конкретно написанием актов, кто преподавал, кто занимался наукой, кто, кроме образования, науки, непосредственно участвовал в подготовке решений. Ну и вот этот «Серебряный век права» закончился в 1917 году. Мы это с вами тоже обсуждали, и это тоже можно говорить об этом долго. 1917 год, понятно, я думаю, в этом зале, что это был за год. Соответственно, следующая книга – это «Страсти по праву». Это когда все было разрушено, и государство, и право, и по 1938 год, что происходило в этот момент. Опять та же структура. В тот момент была достаточно большая дискуссия по правопониманию. И, в общем-то, она в 1938 году закончилась известным совещанием, которое провел Вышинский. И, в общем-то, было право сформулировано, которое пришло на отрасли. И, в общем-то, дискуссии закончились. А те, кто был не согласен, отправились в разные места, в том числе в Казанскую психиатрическую больницу, как известно, один из фигурантов. Я имею в виду Гойборга. Теперь, что касается вот следующий этап, это предвоенный, военный и послевоенный период. Собственно говоря, вот это заповеди советского права, 1939-1961 год. Здесь очень он любопытен, потому что проходило очень... Ну, было очень много актов, очень много было похожего на мобилизационный период, который проходил там в 1918-1919 годах. Это фактически законодательный работал. Многие законодательные именно моменты на себя брали суды, в том числе Верховный суд. Он мог распространять уголовную статью на разные там явления, в том числе назад и так далее. Это был очень любопытный период. Менялась Конституция очень сильно после войны. Очень сильно поменялась Конституция. Просто Сталин сделал целую реформу Конституции. Это все описывается. И также здесь есть, конечно же, коллеги, которые занимались подготовкой законов, которые занимались наукой, образованием и так далее. Поэтому вот эта книжка, она заканчивается в 1961 году. Ну и, собственно говоря, так называемый оттепель здесь заканчивается, хотя плоды были чуть-чуть даже и попозже, потому что вот в 1961-м, например, появились основы там гражданского, например, законодательства. Вот. И, в общем, вот этот период 1939-1961 год. Теперь вот непосредственно к нашей книге мы переходим, которую я сегодня представляю. И спасибо вам еще раз. Здесь как раз вот время 1962-1984 год. Здесь в этой книге как раз есть такое деление. Мы попробуем. Я про структуру хочу рассказать. Здесь также вот с точки зрения государства и права. Вот одна из глав – это бережное государство с признаками увядания. Здесь, на мой взгляд, надо обратить на это внимание. Вы же понимаете, что я не могу про книжку всю рассказать. Это очень долго и не нужно. И вы уснете и убежите, и я буду только с Дамиром Хамитовичем беседовать. Это, конечно, не нужно нам. Но структурно хочу сказать, что… Это глава третья. Вот. Про главу вторую хочу сказать, что я, в принципе, право даю через деятельность. Это во всех книгах видно. И право даю через деятельность. И мы видим, что право может быть правоохранительное, может быть законотворчество, научное, образовательное и так далее. И, конечно же, к такой деятельности относится в том числе правозащитная деятельность. И вот в главе второй я посчитал, что у нас всегда право дается, право и деятельность дается не полностью. Если мы хотим все-таки хотя бы немного комплексно подать правовую деятельность, конечно, без правовой защиты нам без правозащитной деятельности никак нельзя. Соответственно, мы должны говорить о диссидентстве в том числе. И вот я здесь взял на себя смелость и посмотрел, как возникало диссидентство, какие были течения. Посмотрел судебную практику, какая была, какие были массовые суды, какие были совсем за... Ну, о которых знали только, может быть, молодежь в Москве, может быть, в Ленинграде, может быть, в Казани, в Свердловске. Но так на слуху это не было. Поэтому здесь вот есть вот эти течения, которые предлагаются, они самые разные. Здесь, конечно, есть и либеральная, и националистическая, и комсомольская фронта. Здесь очень есть любопытная история, откуда национальная... Ну, многие, допустим, националистические моменты, они начинались в том числе вот через эту фронту. Вот. Это нужно посмотреть. Это, на мой взгляд, очень любопытно. И у нас к праву, наверное, все-таки отношение будет такое немножко другое. Вот. Ну и, конечно, здесь я много говорю о Сахарове и о Солженицыне, но не с точки зрения биографии, а именно с точки зрения, как они к этому подошли и какая у них была позиция. Соответственно, ну вот у нас следующая, если работа у меня когда-то выйдет, там будет параграф называться «Сахаровская поправка», потому что именно Сахаров в свое время предложил вот убрать КПСС из шестой статьи Конституции. И, в общем-то, здесь я вот эти все течения показываю. Дальше у меня есть очень любопытная, на мой взгляд, третья глава, в которой, вот я как раз пытаюсь, да, третья глава – это экономическая конституционная реформа, вот Косыгинская реформа. Мы знаем, что до этого была реформа, которая называлась НЭПовская, была реформа Маленкова, такой малый был НЭП. Ну и вот Косыгин участвовал, ну не участвовал, а, собственно говоря, вот попытался сделать еще одну экономическую реформу. И, кстати говоря, я здесь пытаюсь как-то связать реформу экономическую с подготовкой Гражданского кодекса, потому что на самом деле Косыгин и Полянский участвовали в подготовке основ гражданского законодательства и, соответственно, Гражданского кодекса. Здесь вот это есть. Ну вот я здесь привожу пример, например, диалог Флейшиц с Косыгиным, как они обсуждали, что такое договор купли-продажи, например. Вот. И, ну, в общем-то, эти все истории есть. Очень любопытно, ну, понятно, что она потом захлебнулась, она захлебнулась по внутренним и по внешним причинам, но внешней причиной это то, что происходило в Чехословакии. Внутренней было всегда, так сказать, партия не очень хотела любых реформ, что, собственно, ее потом и погубило, но, тем не менее, это я все пытаюсь показать. Конституционная реформа здесь также есть сейчас, наверное, это наиболее, так сказать, привлекательная история, но всегда мы эту конституцию 77-го года пытаемся изобразить как Брежневскую конституцию, но на самом деле первоначальный идеолог был, конечно же, Хрущев, и для него было, неважно там, как она называлась, главное, чтобы она была не сталинской, и, конечно, он был инициатором этого документа. Здесь я привожу всякие протоколы, которые есть, ну, во всяком случае, какие-то в интернете, какие-то в архиве мы нашли, какие-то в воспоминаниях, и на самом деле, как вот это было преобразование, вначале Хрущевского варианта, потом Брежневский, почему Брежнев вначале не хотел, потом хотел, это все, конечно, здесь также есть, и я думаю, что это может быть любопытно не только для конституционалистов, но для всех, кто занимается государством. Да, четвертое. Погромче, да, надо? Нет, нет, мы вас прекрасно слышим. Нормально, да. Отлично. Вот, следующая глава, она на самом деле очень тоже интересная, и она, знаете, иногда говорят, не надо ворошить прошлое, но я вам не зря сказал про хозяйственный кодекс, про хозяйственное право, которое вот даже сейчас при подготовке к конституции. И вот здесь я попытался в четвертой главе дать вопросы, связанные с вот той замечательной дискуссией по поводу хозяйственников и цивилистов, которая в тот момент достигла пика. Она, перманентно эта дискуссия возникает, она была еще и до войны, вот, и, ну, в общем, мы знаем, что во время войны было не до дискуссий, но вот впоследствии вот эта дискуссия была, и на самом деле я думаю, что цивилисты, которые бились на самом деле за частное право, вот, они вряд ли вслух это произносили, может быть, некоторые даже и даже так и не думали, но реально они все-таки добивались того, что должно никакого дуализма в цивилистике не может быть. Это вот в процессе появился даже уже трио какое-то, непонятно, три процессуальных кодекса, вот, но сейчас не об этом. И, конечно, в данном случае вот здесь вот эта вся дискуссия есть, здесь приводится дискуссия, в том числе, знаете, братусь с Генкиным заложили в выступлении в Верховном Совете СССР фразу Полянскому, которая докладывала основы, что, ну, он вот назвал, как любит Бронислав Мячеславович, Гангала говорит про так называемое хозяйственное право, вот он именно вот этими словами прям назвал это хозяйственное право и объяснил, почему оно вредное, и на самом деле, конечно, здесь вот эта дискуссия, она есть. Также в тот момент дискуссия была очень такая бурная по поводу плана, государственного плана. Вот здесь люди уже все взрослые, помнят, что такое был государственный план, и здесь как раз возникала дискуссия, что такое план, закон это или не закон, это подзаконные акты, вообще нормативные или ненормативные. Я даже параграф так назвал, хочешь насмешить Бога, поделись своими планами, и вот здесь вот у вас на слайдах, я вижу, есть, и, конечно, здесь тоже дискуссия была достаточно любопытная. Но вот я сознательно обошел второй параграф, потому что здесь отрасль всякая нужна, отрасль всякая важна, здесь как раз мы очень много дискутировали, в том числе с Брониславом Мячеславовичем, дискутировали вот с нашими цивилистами в Совете, и здесь речь идет о так называемых комплексных отраслях права, комплексных отраслях законодательства. Ну, понятно, что для позитивистов, коими советские правоведы были, они по-другому не могли, которые считали, что право и законы это, в общем-то, почти одно и то же. Вот, и, в общем, здесь вот как раз я говорю о тех случаях, когда появилось, когда стало появляться как раз комплексное отрасли права, здесь как раз вот профессор Райхер, да, если принести, что Бронислав Вячеславович меня поправит, он написал по страховому праву достаточно такую мощную монографию, и он как раз вывел историю, что появилась, появляются комплексные отрасли права. И вот здесь была достаточно дискуссия большая, здесь и профессор Красавчиков, и профессор Алексеев, и Иов, и так далее, все поучаствовали по поводу этой истории. Так, мне уже показывают, что времени у меня не очень много, идем дальше. Следующее, соответственно, у меня вот есть вот эти наши коллеги-юристы, которые, да, занимались правом, которые творцы советского права, все-таки, и право в тот момент достигло такого очень большого, я бы сказал, научного обоснования. И здесь я вот даю как раз вот коллег, вот здесь Генкин, Флейшиц, Братус, Шаргородский, Тербилов, Красавчиков и Кудрявцев. Знаете, вот про Генкина, вот про Братуси, давайте Братуси. Все-таки Братуси работал в Казанском университете, да, небольшой отрезок времени, была кафедра административного хозяйственного права, и тогда руководители кафедры и названия кафедры менялись просто, ну, не, 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 очень быстро, он сменил Александра Марковича Винавера, который потом был репрессирован за свою деятельность, за свои высказывания. Вот, но я бы, наверное, хотел, знаете, сказать, что, когда, вот, можно показать Генкина? Ага. Вот, когда мы занимались этими вот коллегами, и, в частности, я просил, ну, использовал свой административный и дружеский ресурс, я просил коллег, чтобы мне присылали архивы, конечно. Вот, например, Дмитрий Михайлович Генкин, но, наверное, теперь не секрет, что ему усиленно помогал Шушеневич Габриэль Феликсович, и в том числе он здесь, у вас, в Казани, защищал магистрскую диссертацию, и, ну, уже, наверное, меньше знают, что он был вторым ректором нынешней Плехановки, и он заменил новгородцева, великого профессора, философа, юриста, о нем я в Серебряном веке писал, вот, и, конечно, это был, конечно, уникальный человек, который, конечно же, кто такой Шушеневич? Кадет. Кто такой новгородцев? Вообще непонятно, кто, который эмигрировал, на условном пароходе уехал из страны. Дальше он, конечно, это скрывал, но потом, в начале советского периода, он стал заниматься с Гойбергом, мы уже его упоминали, он несколько лет провел в Казанской психиатрической больнице, его репрессировали таким способом. Он с Гойбергом готовил кодексы, вот, семейный, я его так назову, трудовой, ГК 22-го года, вот, участвовал в кодификации, которую Гойберг проводил, вот, в 18-м, и затем, вот, 22-й, 23-й, вот, сегодня упоминали гражданско-процессуальный кодекс. И, в принципе, Гойберга тоже вычеркнули из официальной идеологии, представляете, он там нарвался, там нарвался, и, конечно, ему было достаточно тяжело работать. Если посмотрите официальную биографию, конечно, в том числе его автобиографию, вы увидите, что он нигде это не указывал, но, тем не менее, вот, найдя вот всякие истории, в том числе, я нашел его сестру, памятник которой стоит в Иваново, памятник революционеркам, там изображена сестра Дмитрия Михайловича, она была революционерка со Свердловым, она, в общем, занималась, терроризировала царские власти, не имперские тогда назывались, а царские. Вот, но мы знаем, что, Дмитрий Михайлович, вот, кстати говоря, я пока готовил эту книжку, от нас ушел Александр Львович Маковский, и Генкин очень любил, Генкин очень любил Маковский, и, естественно, он любил флейшиц, это его была учительница, и, соответственно, по Генкину, Александр Львович даже мне, вот, правки делал по флейшиц, говорит, что вот, не могу, она моя учитель, ты же понимаешь, и давай чуть-чуть позже, позже. В общем, так получилось, что у нас ковид, в том числе Александр Львович, забрал, это, конечно, такая очень тяжелая история, но вот могу сказать, что Александр Львович мне помогал очень сильно по вот хозяйственникам и вот по некоторым нашим правоведам. Дальше, наверное, надо сказать о том, что, как я уже говорил, с точки зрения методики, у меня здесь есть отрасли основные, право, это, конечно же, и гражданское, и гражданский процесс, я их поместил в делении, а здесь, конечно, глава посвящена уголовной политике, здесь и уголовное право, и уголовный процесс, всегда я смертная казнь, уделяю внимание, пишу цифры, которые есть, и почему-то про которые никто не хочет ни читать, ни слышать, и все время народ некоторых критикует. Трудовое право, конечно, и жилищное, и семейное право, и я вот главу дал, глава называется, это трудовое, глава называется «Право на любовь и кровь», у меня здесь семейное, жилищное, и отдельный параграф я дал про дачную эпопею. Ну, на мой взгляд, советский человек очень хорошо понимает, что такое дачи, сады, садисты, помните, были такие люди, которые в пятницу уезжали, и в воскресенье ночью приезжали. Вот, я сам просто к такой семье относился, поэтому. Вот, это тоже с точки зрения право я здесь даю, и вот еще на что бы хотел обратить внимание, на то, что я считаю, все-таки была такая отличная идея, это сделать свод законов Советского Союза, и на самом деле, я вот Теребилова Владимира Ивановича лично знал, он занимался этим сводом закона, и они, конечно, использовали опыт Спиранского, который делал свод законов Российской империи, они подняли всякие архивы, они смотрели на то, какие методики Спиранский делал. Это была отличная вещь, почему? Потому что была провозглашена такая замечательная идея, позитивная, но под это дело сделали то, что сейчас называют гильотиной, вот такое слово избрали, и, понимаете, позитивная вещь, свод законов, и под это дело тысячи, ну, не тысячи тогда столько не было, таких цифр не было, но сотни актов были отменены, перечни актов шли на отмену, и выстраивалась вот такая система. Свод законов, мне кажется, гигантская работа, и гигантская, она дала очень позитивный момент с точки зрения расчистки актов, и с точки зрения выстраивания самого закона, система, она какое-то время неплохо работала даже, но я подчеркиваю, какое-то время, я здесь пишу причины неудачи, свода законов, как это происходило, здесь тоже у меня есть, этому вообще своду законов я целую главу посвятил. Вот, теперь, что касается, да, теперь, что касается, точно так же я продолжаю очень тщательно подбирать эпиграфы, и мне кажется, что эпиграфы нам дают возможность как-то войти в конкретную главу, и, может быть, настроиться, что ли, и дальше продвигаться, и у меня была проблема, какую сделать обложку, вот, несколько было вариантов, да и название было самое разное, вот, Дамир Хаммич сказал, что мы с Брониславом Вячеславовичем, он читал мою книгу, он читал еще даже тогда, когда у меня были совсем какие-то наброски, и у меня вот было несколько моих друзей, которых, которым я давал вот почитать еще до того, как что-то было сформировано, в том числе по заголовкам мы разные использовали варианты, ну, а обложку я взял, так сказать, на семью, потому что у меня дочь обычно готовит обложки, но вот несколько вариантов было просто отброшено, и мы, в общем-то, остановились на заголовке «Советское право и итоги», потому что из четырех вот этих книг, три посвящены как раз «Советскому праву», и здесь подводятся своего рода итоги, ну, а раз итоги, ну, должен быть взгляд, здесь, я думаю, что не очень видно, но в зрачке вот этого замечательного глаза, там есть серп и молот чуть-чуть такой, в красном виде, я надеюсь, какие-то книжки, а, есть, вот я вижу, да, спасибо. И, конечно, ну, вот я считаю, что такая работа, на которую я подсел, конечно, пандемия сильно мешала, но, вы знаете, основная часть я обычно пишу сразу же, после того, как сдаю работу, и доводку я уже проводил вот в новогодние праздники, потом у нас пошла эпопея с Конституцией, уже было не до этого, ну, так уже где-то вот, когда пошли майские, мы уже довели до конца, и где-то, наверное, да, вот такая история, так что, коллеги, спасибо вам за терпение, еще раз извините, что я тут, а не с вами, но есть несколько достаточно серьезных причин, первое, это вот внесение пакета президентам из восьми законов, на самом деле там в 13 актов вносятся поправки, вот, ну, еще есть какие-то другие моменты, которые тоже мне не позволили, но технологии дают нам возможность общаться, я очень рад, и еще раз вас всех благодарю, спасибо. Спасибо. Павел Владимирович, ну, с вашего разрешения, Бронислав Мячеславович подключается, пожалуйста. Отлично, спасибо. Спасибо большое. Я буду предельно краток, я не очень, я, видимо, вот вспоминается старый анекдот, что там кто-то не писатель, читатель. Я действительно читал от Павла Владимировича то, что писал еще в рукописи, и не могу сказать, что я все понимаю. Например, вот Павел Владимирович сегодня говорил о понятии права, я глубоко убежден, что большинство здесь присутствующих не вполне это сознают, я тоже здесь присутствую, я тоже здесь присутствую. Павел Владимирович предлагает какое-то свое понимание права, в меня оно тяжело. Мы традиционно, в XIX веке Мэйер писал, что у нас господствующим является мнение, в соответствии с которым право представляет собой систему норм. В большинстве советских юристов так же сидит, а я советский юрист, это факт. А Павел Владимирович предлагает какое-то более широкое понимание права, куда в том числе и доктрина включается, и практика применения, и в нас это ложится довольно тяжело, на мой взгляд. Но, может быть, это правильно, потому что вот эта вот нормативность, наша привязанность к этому, я не уверен, что она правильная. Может, это правильно. В отношении книги Павла Владимировича, я сразу скажу, я ее читал действительно еще в рукописи, причем там был ранний Крашенинников, более зрелый Крашенинников, совсем зрелый Крашенинников. Я читал это всегда с удовольствием, мне это очень нравится. И почему нравится в частности? Потому что Павел Владимирович, вот сегодня говоря о книге своей, он сказал, что это исторические очерки, это уже четвертая книга. Я-то все читаю эти книги и думаю, это не вполне точно исторические очерки, это какой-то свой особый жанр. Это не история государства и права, это не история частного права, это какой-то свой особый жанр, в котором, вот допустим, ну какое имеет отношение вот это диссидентство к праву. Но Павел Владимирович, вот рассматривая это диссидентство, рассматривая взгляды Сахарова, Солженицына, как это в конечном счете, понимаешь, как это сказалось на нашем правопонимании, на нашей судьбе. И вот это, мне кажется, вот эта книга, чем замечательна, она не сводится к описанию судьбы отдельных личностей, она не сводится к описанию того, как принимались законы, хотя есть и то, и другое. Это какой-то особый жанр. И считать, что это просто исторические личности, исторические очерки, я не уверен. Это другой жанр, это не история государства и права. Это, на мой взгляд, покруче, чем история государства и права. Хотя бы по той простой причине, что история, она пишется людьми, про людей и для людей. Здесь нет. Здесь показывается обусловленность какими-то экономическими обстоятельствами, идеологией, вот воззрением и прочее. И вот это, и в конечном счете, мы выходим на право, на понимание того, почему получилось. Меня очень привлекает в этой книге то, что Павел Владимирович, вот я лично, я бы точно расставил, вот это хороший, это плохой, это светлый, это темный. Павел Владимирович этого нет. Он препарирует взгляды того, другого, третьего, он препарирует вот то, что в экономике происходит, как это сказалось, весьма объективно. При этом он позволяет себе такие вольности, которые, я не знаю, можно ли, у него эпиграфов тьма, там есть Цицерон, там есть Брежнев, рядом с Брежневом там есть Жванецкий. Хорошая компания. Класс. Мне очень нравится вот такой хороший подход, причем, знаете, вот я вот сейчас слушал, Павел Владимирович упомянул о хозяйственном кодексе, ну, вот так называемом хозяйственном праве упомянул, и очень хорошо в этой работе написано про комплексные образования в праве. Я вам признаю, что в это же время, когда писалась эта книга, мне что-то взбрело в голову, я написал статью о комплексности в праве. Я прочитал то, что написал Павел Владимирович, я понял, что я зря опубликовал эту статью. Здесь написано гораздо лучше, гораздо тоньше, гораздо обстоятельней, причем, если я достаточно категоричен, я, например, заканчиваю статью своими словами, что нет никаких комплексных отраслей в праве. Павел Владимирович, гораздо более деликатно, более тонко, но если вдумаешься, то мне кажется, что я понимаю, Павел Владимирович тоже считает, что да нет никакой комплексности в праве. Ну, нету. Работа очень замечательная, я считаю, что она не научно популярная, она, наверное, она все-таки научная работа, это не история государства и права, это какой-то особый жанр, вам удалось найти вот эту какую-то стезю, Павел Владимирович, мне так кажется, какую-то свою стезю, где вот это вот, мы когда-то, кстати, первая книга, которая сегодня здесь демонстрировалась, она называлась, как она называлась-то? Вы еще помните, Павел Владимирович? В смысле, Серебряный век права или вы еще про другие? Серебряный век права, да, Серебряный век права. И я помню, что я возражал. Про приватизацию жилья, вы говорите, которая была с вами написана миллионным тиражом. Вы про какую? Нет-нет-нет, я имел в виду из этой серии, я имел в виду из этой серии Серебряный век права, я, кстати, возражал против названия, потому что я знаю, что был серебряный век поэзии. А тут, оказывается, был серебряный век права. И когда прочитаешь, понимаешь, что это правда есть. Мы просто этого не видим за... Юристы же скучный народ. А Павел Владимирович как-то умеет привлечь внимание к этой... И еще я очень благодарен, что вот в этой книге Павел Владимирович дает портреты. Я, например, очень рад тому, как вы здорово написали про флейшиц Екатерину Абрамовну. Там я глубоко убежден, любой женщине здесь присутствующей или не присутствующей, очень понравится то, как мочили женщин, не пускали в адвокатуру. Ее же действительно... Павел Владимирович там писал очень хорошо. Вот ей разрешили в суде выступать. Вот там обратился кто-то в Синод, по-моему, да? Обратились в Синод. Ей не запретили. Она обратилась в науку. И она собрала такую компанию. Какие у нее ученики? Маковский, Дозорцев. Она работала вместе с Генкиным, Братусем. Это здорово же. Любой женщине это понравится. Мне очень нравится то, что больше среди портретов Павел Владимирович нарисовал цивилистов. Я понимаю, что среди специалистов в области процессуального права петь цивилистов, это вроде как неправильно. Тем не менее, в том числе, я очень благодарен тому, что Павел Владимирович отдельный очерк посвятил Октябрю Алексеевичу Красавчикову, который является моим учителем. Которому мне повезло. Нет, не мне. Нам с Владимиром Владимировичем повезло учиться. Я полагаю, что это большая удача. Я считаю, что это замечательная книга. Я ее перечитывал, кстати, вчера в самолете снова. Опять. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, Павел Владимирович, за прямое включение из Государственной Думы. И спасибо вам за действительно за такую мощную популяризацию истории права и самое главное, бережном отношении к нашим предшественникам, внешним большой вклад в развитие права. Каждый параграф в вашей книге на самом деле заставляет задуматься о, наверное, очень серьезных, больших вещах. И каждый параграф, на мой взгляд, является практически новой темой отдельного научного исследования. И отдельное спасибо вам, Павел Владимирович, за параграф 6, главой 4, посвященный гражданскому процессуальному праву. И вместо процессуалистов в этой книге тоже нашлось. И я очень признателен Брониславу Мячеславовичу за столь ценное на самом деле самостоятельное выступление, заставляющее опять-таки задуматься. Бронислав Мячеславович обратил внимание на цитаты. Я тоже обратил внимание, Павел Владимирович, даже на презентации было видно, Лев Вандау, каждый имеет возможность достойно прожить жизнь. То есть, вот цитата такая, да, но у меня раньше как Лев Вандау, вот я, может быть, в продолжение Бронислава Мячеславовича, по-моему, его слова известны, Льва Вандау, наука делится на три вида, естественное, неестественное и противоестественное. он отнес юристов. Вот, в общем-то, цитаты очень важны, они тоже заставляют задуматься о многих вещах. Я очень признателен еще раз Павлу Владимировичу за прямое включение и как бы вот мы продолжаем дальше. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, ну, дальше по программе, собственно говоря, выступление Кирилла Ивановича планировалось с презентацией некоторых новых издательских проектов издательства «Статут». Ну, я вот просто устно хотел бы передать большой привет от него лично. Кирилл Иванович немного приболел, у него отцу 90 лет исполнилось, и они вот немного берегут друг друга, вместе живут, поэтому вот в это время такое непростое он вот остался в Москве и передает большой привет всем, потому что в этой аудитории на самом деле очень много замечательных авторов издательства «Статут». Практически каждый сидящий за этим столом может сказать о том, что у него было очень плодотворное и хорошее взаимодействие именно с этим издательством, поэтому Кирилл Иванович на самом деле всем очень признателен, открыт к сотрудничеству и к новым научным проектам. Я хотел бы просто от себя лично немного рассказать о том, что лежит в этих наших уже ставшими традиционными белыми пакетами, что лежит в раздачном материале сегодня. Ну, прежде всего в раздачном материале лежит свежий номер журнала «Вестник гражданского процесса». Он буквально позавчера приехал в город Казань и мы даже не стали делать рассылку традиционную по электронной почте редакционному совету редакционной коллегии и авторам журнала мы всегда высылаем PDF-версии. Вот мы это не стали делать, чтобы все-таки в таком устном формате непосредственно можно было подарить этот журнал в печатном виде каждому из участников сегодняшнего заседания. В этом свежем номере собраны достаточно интересные статьи. я бы хотел выделить буквально несколько материалов и вот здесь на самом деле есть интересная статья нашего старшего товарища, учителя, замечательного человека Александра Тимофеевича Боннера. Статья необычная, она начинает этот журнал и я бы попросил вас найти возможность ее изучить и прочитать, потому что она так же и многие произведения Александра Тимофеевича на стыке права, на стыке может быть публицистики и в некотором роде статья очень смелая. Даже название если вы видите их нравы в шутку либо всерьез Александр Тимофеевич анализирует достаточно серьезные интересные вещи. В этом номере новом текущем также много других интересных статей. Я отдельно хотел бы выделить очень важное мне кажется для науки практикоориентируемое произведение которое предоставило нам Илья Равильна Сафаева присутствующего в этом зале. Я попросил бы всех на самом деле обратить внимание на эту статью. Она вынесена в заголовок на обложку нашего номера посвящена имитация корпоративного спора как способа преодоления законной силы судебного акта. Уважаемые коллеги в раздаточном материале также присутствует ряд книг которые традиционно уже мы стараемся дарить всем участникам симпозиума и в частности не всем в раздаточный материал в этом году удалось вложить но вот у некоторых коллег присутствует книга Оскара Белова учения о процессуальных возражениях и процессуальных предпосылках я вот хотел бы рассказать немного об этой книге книга вышла в серии классики гражданского процесса которую мы выпускаем в издательстве Статут на протяжении уже семи лет вот мы выпускаем одну книгу в год совершенно не торопимся в этом плане и вот на предыдущих симпозиумах мы уже дарили книги Малинина Васьковского польские труды переведенные также впервые мы дарили книги Клейн дарили книги посвященные судебной реформе и уставам гражданского судопроизводства вот в этом году мы точнее в конце прошлого года уже после проведения предыдущего симпозиума мы выпустили я считаю очень важную книгу для нашего научного сообщества это книгу Оскара Белова которая никогда не издавалась на русском языке хотя считается классикой классической работой не только для процессуалистов но и всех цивилистов поскольку в ней заложены основы вообще общей теории правоотношений которые в то время были едины для гражданского права и процесса и эта книга она сама по себе очень уникальна в том плане что здесь сам процесс ее подготовки он растянулся практически на 7 лет то есть практически с самого начала издания журнала вестника гражданского процесса мы начали переводить постепенно эту книгу и по рекомендации Айдару Стемовичу Султанову который в этом зале присутствует собственно говоря мы к этому проекту приступили даже не понимая может быть в самом начале насколько это сложно то есть в переводе с немецкого языка это старый вообще старый готический немецкий язык даже не современный немецкий а мы переводили эту книгу с участием ну более чем наверное 10 переводчиков то есть 2-3 группы переводчиков в том числе из других стран из Украины из Беларуси подключались нам очень сильно одно время помогали коллеги из Уральской академии в плане перевода этой книги коллеги коллеги с Адессы с Академии юридической Адессы Владимир Зубарь также переводил часть этой книги естественно казанские юристы начинали все это там Камиль Марат Шарсланов там ряд других людей ну в самом конце мы уже практически понимали что перевод этой книги не идеален потому что чтобы наравне разговаривать с Беловым надо знать не только немецкий язык и не только право надо знать латынь надо знать греческий надо знать другие европейские языки потому что в этой книге на самом деле был вот такой вот сумасшедший микс и правовой и жизненной информации даже просто с носками разобраться было очень тяжело по нашим современным требованиям вот в концовке в общем-то получилось так что у нас вот выпускница наша Дарья Ксенофонтова она сейчас доцент Московской государственной юридической академии некоторое время она работала у Андрея Владимировича Габова в институте законодательства сравнительного правовидения вот тогда она подключилась несколько лет назад и сказала я эту книгу унифицирую приведу в порядок и сделаю так чтобы она выше вот Багаряей в основном наверное этот проект многолетний был завершен мы издали эту книгу правда тиражом 300 экземпляров поэтому к сожалению всем подарить не сможем это вот такой пример когда книга просто продана за эти полгода и я сейчас с Кирилем Ивановичем разговариваю чтобы был дополнительный тираж и вот чуть попозже Юлий Тай присоединится он поддерживает этот издательский проект я думаю мы сможем еще напечатать 300 может быть 500 экземпляров потому что из всех 7 книг эта книга буквально за 2-3 месяца была вся продана вот и мы сегодня буквально из Москвы привезли последние там 15 по-моему экземпляров которые вот некоторым коллегам только предоставили разложили на столы даже не стали в пакеты вкладывать пока вот далее ну у нас также в раздачном материале есть такая достаточно интересная книга ну может быть это большей степени такой сувенир будет в вашей книжной полке сувенир раритет может быть некотором вроде это гражданский процессуальный кодекс в переводе на татарский язык я хотел бы просто показать всю концепцию этой книги в гражданском процессуальном кодексе есть статья 9 как известно где закреплен принцип языка гражданского судопроизводства и у нас в гражданском процессе в отличие от арбитражного процесса например или административного судопроизводства очень четко прописано что судопроизводство в принципе может вестись на государственном языке нашей страны на русском языке а также на языке субъекта российской федерации уровня республики только вот то есть гипотетически из 85 субъектов российской федерации 22 это у нас республики мы посмотрели что из этих 22 республика карелия только в своем законе отказалась от второго государственного языка то есть 21 субъект российской федерации уровня республики этим правом воспользовались то есть есть второй государственный язык в этих субъектах но статья 9 она требует еще и организационных каких-то предпосылок основ реализации то есть ну как минимум должен быть кодекс на таком языке процессуальные документы там статистика там еще что-то такое да и и вот у нас два года назад мы получили поддержку российского фонда фундаментальных исследований академии наук по которому собственно говоря стояла задача изучить общероссийский опыт и перевести вот первый кодекс на язык субъекта российской федерации ну естественно мы взяли республику Тарстан в качестве такого пилотного проекта вот со всеми субъектами у нас была связь с председателями судов есть информация интересная и результаты были опубликованы и на страницах различных федеральных средств массовой информации в том числе вестник гражданского процесса российская юстиция журнал арбитражный гражданский процесс спасибо Владимиру Владимировичу Яркову очень быстро была опубликована статья и также несколько публикаций мы специально делали в журнале главном журнале судейского сообщества российский судья вот и результаты таковы что в общем-то практически нигде судопроизводство на ином национальном языке не ведется выделяются только два субъекта российской федерации это Якутия за 5 лет более 800 дел было рассмотрено на якутском языке и республика Тарстан за 5 лет более 100 дел это на самом деле не очень большие цифры но просто по сравнению со всеми остальными 20 субъектами российской федерации там вообще десятками просто исчисляется не более 10 дел а где-то вообще ни одного дела не было рассмотрено поэтому в общем-то такая вот организационная предпосылка на наш взгляд нужна и даже может быть не сам текст полезен а вот сзади этой книги есть словарь терминов потому что татарский язык на самом деле он тоже теряет деловой разговорный язык и вот этот словарь терминов юридических терминов которые могут быть использованы уже в гражданском судопроизводстве он очень важен не только для участников но и для судей которые могут это обеспечить вот такая в общем книга я надеюсь она займет место на книжной полке вашей но в большей степени наверное сувенир вот необычный такой подход ГПК уважаемые коллеги также в раздачном материале присутствует второе СМИ нашего факультета это журнал англоязычный Казан Юниверситет Лоу Ревью очередной номер я очень признателен тем коллегам которые нас традиционно поддерживают вот у нас Валерий Васильевич Лазарев традиционно уже много статей нам предоставил для нашего журнала нового англоязычного он 4 года уже издается вот вместе также с выпускником нашего Казанского университета Дмитрием Александровичем Фурсовым подготовил замечательную статью и очень большое цитирование мы вот наблюдаем как статьи живут дальше как их цитируют в Ринсе на самом деле вот даже на английском языке оказывается коллеги читают и ссылаются на эти нормы на эти статьи можете посмотреть и многие из коллег которые за этим столом присутствуют они тоже являются авторами этого очередного номера и Розовична Сидикова и Валерий Геннадьевич Глупцов Ольга Анатольевна Кузнецова есть среди авторов этого англоязычного журнала журнал открыток сотрудничества 4 номера в год мы выпускаем можем помочь с переводом на английский язык если это требуется вот то есть вот приглашаю к сотрудничеству всех заинтересованных коллег пока он включен в некоторые американские базы но в две главные базы мы только еще продвигаемся подаем заявки работаем с рецензентами то есть пока он индексируется ну в некоторых таких второстепенных базах ну по крайней мере вот его можно найти и на Амазоне на других ресурсах которые предоставляют подобного рода контент уважаемые коллеги в раздачном материале также есть книга не побоясь этого слова друга нашего факультета и вообще замечательного человека Айдару Стемовичу Султанова вот посвященная постановлению Европейского суда по правам человека мы решили поделить подарить эту книгу каждому из участников Айдару Стемович на самом деле уже много лет готовит не докторскую как многие думают а кандидатскую диссертацию и вот он не вытерпел и издал в виде книги мы как бы хотели конечно сначала диссертацию защитить но вот по сути это его кандидатская диссертация я вот не знаю будут ли проблемы с антиплагиатом сейчас говорят с самоплагиатом да но вот в виде самоцитирования вот книга его новая есть это самый лучший способ не автореферрат а не диссертация которая в нескольких экземплярах печатается а вот книга такой подход более характерен для защиты докторской диссертации но вот он удивительный человек и вот поступил именно таким образом в этот раз у него еще будет возможность выступить во второй части нашего заседания может быть он там подробнее расскажет о своем новом произведении уважаемые коллеги ну в общем-то наверное все сами пакеты как выяснилось биоразлагаемые на солнце то есть мы бережем экологию вот также в пакетах есть сувенирная продукция в виде наших фирменных масок вот все что лежит все что лежит в наших пакетах уважаемые коллеги ну наверное на этом все у нас дальше по плану подключения из общественной палаты Российской Федерации Лидия Юрин я хотел бы извиниться немного задержались мы на 15 минут буквально у нас Лидия Юрин Михеева в прямой связи секретарь общественной палаты Российской Федерации доктор юридических наук председатель совета руководитель следовательского центра частного права имени Сергея Сергеевича Алексеева при президенте Российской Федерации мы очень рады вас приветствовать Лидия Юрьевна пожалуйста вам слово здравствуйте здравствуйте добрый день уважаемые коллеги слышно ли меня прекрасно слышно спасибо большое я во первых приношу свои извинения за то что не смогла приехать сегодня очень хотелось и пришлось вчера сдать билет но я убеждена что наша с вами дискуссия откроется и будет еще долго и продолжительной мы да и я конечно очень признательна за приглашение к этой дискуссии прежде всего Дамиру Хамитовичу поскольку как мне кажется представители науки материального права действительно очень нуждаются в таком хорошем и качественном диалоге со своими коллегами специалистами по процессу и то небольшое сообщение которое я сегодня хотела сделать мне кажется подтверждает необходимость нашего контакта и совместной работы я сегодня хотела поднять вопрос который в последнее время приобрел особую актуальность в том числе в связи с наличием нескольких новых законодательных инициатив но и не только внесение в Государственную Думу ряда законопроектов как бы двигает нас в сторону этих размышлений о способах защиты прав несовершеннолетних семейных правоотношений я думаю что в эту сторону нас подвигает собственно не очень качественная работа тех юридикционных способов которые представлены в действующем законодательстве дело в том что традиционно в отечественном семейном законодательстве административные способы защиты прав ребенка если не преобладали то все-таки занимали значительную роль и существенное место и всегда это объяснялось во всяком случае в советской науке семейного права объяснялось необходимостью иметь под рукой некий оперативный инструментарий реагирования на неблагополучие ребенка некие административные и поэтому быстрые способы юрисдикционной защиты однако надо признать я думаю что многие с этим согласятся приоритет административных способов защиты в немалой степени был вызван и консерватизмом судебной системы и неспособностью быстрого ответа получения быстрого ответа в суде на вопрос о том нарушено ли право ребенка и как его защитить не было вот собственно той привычки к обращению в суд по всякому поводу который может даже кому-то на первый взгляд показаться малозначимым в то же время уважаемые коллеги мы со стороны отчасти наблюдали как за прошедшие 30 лет развивалось процессуальное законодательство применительно к защите публично правовых интересов так например появились практически на наших с вами глазах правила об оперативном разрешении вопроса об ограничении свободы подозреваемого ведь это действительно делается судом в течение нескольких часов появились достаточно быстрые и эффективные процедуры защиты избирательных прав в ситуациях когда счет идет на часы наши суды достаточно эффективно разрешают споры скажем так в сфере избирательных процедур например реагируют на невключение в списки избирателей но честно сказать совершенно непонятно почему в течение этих десятилетий не совершенствовались процедуры защиты прав и интересов несовершеннолетнего ребенка ребенок в особенности малолетний находится в полной зависимости от тех лиц которые осуществляют полномочия законного представительства в его отношении однако поведение этих лиц может вступать в противоречие с интересами ребенка мы часто к сожалению наблюдаем такие ситуации когда родитель или иной законный представитель исходя из своего собственного понимания наилучшего интереса ребенка например отказывается от медицинской помощи которая должна быть оказана ребенку отказывается от каких-то привычных комфортных условий проживания ребенка перемещает его куда-то из неких соображений например религиозного характера ну и так далее примеров тому есть масса кроме того поведение одного законного представителя может оспариваться другим законным представителем и мы подчас наблюдаем как этот спор между ними выливается в спор о реализации их собственных субъективных прав а вовсе не в спор о том как лучше реализовать осуществить и защитить права ребенка ну конечно же чаще всего такие конфликты имеют место между отцом и матерью в случаях раздельного их проживания но мы также наблюдаем ситуации споров между опекуном ребенка и родителем который не лишен родительских прав но по каким-то причинам ребенка не воспитывает и с ним не проживает и вот в действующем семейном законодательстве которое по понятным причинам представляет собой комплекс разнообразных норм и материального и процессуального характера мы все вместе я думаю коллегами которые увлеченно занимаются не только семейным правом но и гражданским процессом видим целый ряд довольно странных положений они выглядят несовременно если можно так выразиться ну с учетом того что в целом правовая система российская уже шагнула далеко вперед и восприняла за эти десятилетия новые стандарты осуществления и защиты гражданских прав из числа не очень корректных или не очень современных или не очень скажем справедливых положений я бы отметила и пункт 2 статьи 65 семейного кодекса который довольно странную содержит позицию о роли органов опеки и попечительства в разрешении споров и конфликтов между родителями ребенка родителям предлагается в случае наличия противоречия между ними обратиться в органы опеки и попечительства и лишь потом обращаться в суд мы исходя из текущего законодательства не очень даже можем понять что это примирительная процедура медиация или какой-то способ обязательного досудебного урегулирования кроме кроме того вызывают серьезные вопросы и пункт 4 статьи 58 и 2 статьи 59 семейного кодекса это положение которое относится к перемене имени ребенка как вы помните уважаемые коллеги родитель присвоивший имя ребенку при рождении в общем всегда считает себя в праве изменить это имя фамилию отчество и вновь в случае когда такой закон представитель проявляет свое собственное усмотрение и реализует по сути не свои права а осуществляет права своего представляемого законодатель предлагает ему посоветоваться только с органом опеки и попечительства которому признаемся честно в подавляющем большинстве случаев дела до ребенка нет в результате действия таких норм не исключено что неимущественное право или какой-то охраняемый законом интерес ребенка касающийся его имени национальной принадлежности или может быть право на самоопределение будет элементарно нарушен примерно в таком же ключе решены и положения об участии бабушек дедушек и других родственников в судьбе ребенка статья 67 семейного кодекса предлагает этим лицам вообще обращаться в орган опеки и попечительства то есть использовать административный но не судебный способ защиты субъективных прав есть конечно какие-то еще может быть не настолько значимые для ребенка ситуации в которых можно говорить о скажем недостаточно продуманной системе способов защиты однако основное внимание сейчас приковывает к себе статья 77 семейного кодекса которая посвящена отобранию ребенка при непосредственной угрозе его жизни и здоровье вот тут как раз в полной мере работают те предпосылки которые для нас создали наши предшественники и объясняли они тогда существование этой немедленной процедуры тем что суды не способны в течение нескольких часов разобраться в том должен ли быть ребенок изъят из семьи и насколько действия его родителей или иных законных представителей нарушают его права и интересы мол органы опеки и попечательства всегда разберется с этим быстрее между тем практика применения статьи 77 семейного кодекса к сожалению негативная нам довольно четко показывает недопустимость дальнейшего использования административной защиты в тайково рода ситуациях это видно по большому количеству заявлений об оспаривании действий органов опеки и попечительства это видно в том числе и по тем обращениям которые фиксируют европейский суд по правам человека и это собственно некоторое скажем так недовольство сложившееся порядком защиты прав ребенка на самом деле проистекает из простой причины в случае когда родитель утверждает что он не вредит ребенку а некое должностное лицо соответствующего органа государственной власти действует от имени государства утверждает что вред ребенку уже на лицо или вот-вот вредоносные последствия поведения родителя наступят имеет место спор о праве я глубоко в этом убеждена но к сожалению нет возможности сейчас подробно обосновывать эту позицию и я боюсь что у нас и в действующей правовой среде и в литературе по научной литературе по семейному праву пока нет достаточного обоснования но не сформулировано выпукло как-то не описано нет такого обоснования которое помогло бы нам смело утверждать о споре о праве это спор о праве ребенка находиться в родной семье или переместиться в другое место в том числе временно переместиться в целях сохранения его жизни и здоровья в целях охраны его безопасности как вы знаете сейчас в государственную думу внесены два законопроекта целых два которые посвящены статей 77 семейного кодекса и подразумевают ее корректировку в общем примерно в одном и том же направлении авторы этих инициатив предлагают переместить разрешение этого спора этого конфликта в суд и единственным наверное камнем преткновения с которым сейчас столкнулся законодатель является все-таки граница между судебной процедурой которая безусловно в таких случаях должна использоваться и основаниями для применения прежней административной процедуры изъятия ребенка в некоторых крайних исключительных ситуациях ну скажем в ситуациях когда по мнению медицинского работника бездействия в отношении ребенка в течение часа или двух совершенно точно повлечет за собой смерть ребенка понятно что в таких крайних ситуациях рассчитывать на оперативное немедленное реагирование со стороны судебной системы было бы странно и вряд ли нужно выстраивать здесь судебную защиту и может быть и следует оставить в нашем правопорядке какой-то административный способ реагирования как собственно это происходит и в ряде зарубежных правопорядков мы сравнивая регулирование в разных странах находим такие ситуации такие образцы и понимаем что некую административную защиту в отношении ребенка сохранять безусловно нужно но вот дальше если мы все вместе вместе с законодателем с представителями судебной системы с представителями науки отечественной придем к выводу о необходимости решения вопроса об изъятии ребенка из семьи по общему правилу на основании судебного акта вот дальше уже мы с вами будем вынуждены дать ответы на целый ряд вопросов на сегодняшний день не имеющих какого-то очевидного разрешения ну скажем первое как должна быть обустроена эта судебная процедура если мы с вами все вместе согласимся с тем что ее нужно ввести в законодательство какие лица должны принимать вне участия какие органы государственной власти или местного самоправления представитель прокуратуры может быть представитель органов внутренних дел кто должен здесь присутствовать в качестве лиц которые в обязательном порядке принимают участие в процессе и имеют соответствующие процессуальные права а кто может быть просто неким таким сторонним участником своего рода наблюдателем в этой ситуации какова роль экспертов в этой процедуре должны ли они обязательно задействованы быть или по усмотрению суда сколько времени должна занимать такая судебная процедура и вот это кстати тот вопрос который сейчас активно обсуждается на законодательном уровне 8 часов 24 часа 3 часа сколько времени должно быть отведено суду для того чтобы он разобрался в ситуации вник и понял чьи интересы все-таки должны подлежать защите интересы несовершеннолетнего или интересы его представителей должны ли быть установлены какие-то особенности для оспаривания того судебного акта который будет вынесен судом мы четко совершенно сегодня видим в судебной практике недовольство представителей несовершеннолетних детей тем что процедура оспаривания занимает очень много времени и все это время ребенок находится вне семьи очень часто для малолетнего ребенка это влечет трудно исправимые последствия для его психологического здоровья физического здоровья конечно было бы здорово если бы наш правопорядок какую-то особенную быструю процедуру оспаривания в этом случае предусматривал ну и конечно же есть еще совершенно элементарный вопрос какова форма судебного акта в тех случаях когда орган опеки или орган внутренних дел или прокурор будут обращаться в суд с заявлением об изъятии ребенка я бы хотела здесь вспомнить еще и ряд международных актов в которых Россия участвует в том числе и ГААКскую конвенцию которая как вы знаете активность сейчас применяется у нас судами в субъектах Российской Федерации и защищает права ребенка в случаях перемещения ребенка через границу то есть так называемого похищения детей мы видим что и при применении этой конвенции одним из самых больных вопросов является вопрос о сроках рассмотрения соответствующих споров даже тогда когда ребенок является очень маленьким и нуждается в заботе со стороны может быть действительно обоих родителей которые действовали как-то сообща или поочередно споры подчас рассматриваются более года или двух и за это время в жизни ребенка безусловно происходят необратимые последствия вот собственно все что я хотела сегодня доложить и сказать что представители науки материального права вряд ли могут сами справиться с такими задачами и предложить нашей правовой системе новую модель судебной защиты прав детей не только 77 статья семейного кодекса нуждаются в улучшении в исправлении и переработке я думаю что должна быть проведена некая ревизия всего инструментария защитного инструментария который содержится в семейном законодательстве и кстати еще в сопутствующих законах в том числе например в федеральном законе об основах профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних эта комплексная ревизия может привести к каким-то совершенно новым интересным результатам в то же время не предвосхищая итог этого процесса уже запущенного нашим законодателям я бы хотела высказать надежду на то что судебные способы защиты прав и интересов ребенка будут расширены они будут применяться чаще в большем количестве случаев по большему числу оснований и я надеюсь что они будут модернизированы тем чтобы эта защита не создавала проблемы для семьи для ребенка для его законных представителей а все-таки помогало предотвратить конфликт или разрешить его максимально быстро нам ведь не нужно просто включить в закон упоминание о суде в таком случае мы понимаем что любой спор и любая конфликтная ситуация перетекая в плоскость судебного разбирательства могут углубиться и затянуться нам нужно описание этой процедуры которая позволит сделать ее действительно быстрой оперативной и эффективной это непростая задача и общаясь с коллегами из рубежа из Европы в том числе которые глубоко занимаются этой темой я хочу сказать что и в странах Западной Европы такие споры не разрешаются за два часа или за восемь но я думаю что все вместе мы способны вот как-то эту ситуацию улучшить завершая свое выступление я бы хотела сказать что есть еще одна интересная проблема связанная с неким диссонансом между объявленным в 56 с той статье семейного кодекса принципом самостоятельной процессуальной защиты ребенком своих прав и зафиксированным в ГПК правилом о том что в общем-то ребенок не всегда в праве обратиться в суд самостоятельно для этого у него недостаточно процессуальной дееспособности по умолчанию всегда за защитой его прав обращаются в суд его законные представители вот это нельзя назвать противоречием или явной коллизией но я думаю что это все же некая недосказанность со стороны процессуального законодательства которую тоже вероятно нужно было бы нам все вместе обсудить и прийти к какому-то решению я очень признательна всем за внимание еще раз прошу принести прошу меня извинить за то что я не смогла сегодня спасибо большое спасибо Лидия Юрьевна спасибо Лидия Юрьевна за ваше включение за замечательное выступление доклад на самом деле формирование доктрины семейного права это еще более сложная задача чем кодификация гражданского производства потому что здесь мы сталкиваемся с такими вещами такими категориями как любовь дружба дети воспитание как это все можно оценить с точки зрения права я вообще лично не представляю возможности поэтому вы на самом деле предпринимаете героические усилия анализируя и внося в эту сферу очень существенный вклад ну а те акценты которые сегодня вы расставили относительно административного и судебных способов защиты семейных прав они на мой взгляд представляют ценность для всех правоведов и мы надеемся и дальше с вами сотрудничать в том числе на страницах нашего журнала всегда открытых к публикациям ну и ждем вас 9 октября в Казани спасибо вам спасибо ну мы двигаемся дальше по нашей программе и у нас до кофе-брейка ровно один час я понимаю что достаточно тяжело наверное работать но вот в таком формате без частых перерывов ну как мы традиционно уже несколько лет так такой формат вроде бы нащупали поэтому я предлагаю перейти дальше уже к пленарным докладам части 1 которые у нас обозначены и послушать наших коллег нескольких наших коллег до перерыва часового перерыва на обед уважаемые коллеги я с огромным удовольствием хочу предоставить слово своему учителю Владимиру Владимировичу Яркову пожалуйста Владимир Владимирович Ярков спасибо большое уважаемые Лидия Толгатовна уважаемый Ильгиз Идрисович уважаемый Дамир Хамитович все уважаемые коллеги прежде всего большое спасибо за возможность принять участие в таком интересном мероприятии вот эти симпозиумы они стали такой таким знаковым событием где надо обязательно быть здесь действительно обсуждаются самые интересные насущные вопросы ну и вообще мы видим что уровень казанской юридической школы он растет это совершенно искренне говорю и меня искренне радует вот такой возможность принять участие у нас здесь тоже большая делегация у нас 6 коллег приехало с кафедры гражданского процесса также вот коллеги с кафедры гражданского права тема я заявил такую поскольку здесь у нас общая тема конференции формирование комфортной юрисдикции я выбрал вот такой небольшой аспект то есть ну так назвал конкуренция порывных систем миф или реальность тема сама по себе необъятная поэтому я затрону здесь несколько небольших аспектов потому что этот вопрос он уже давно вышел из плоскости правовых вопросов это плоскость публичной дискуссии когда-то он поднимался на санкт-петербургском форуме 12-го года вот был интересный доклад наших коллег из академии народного хозяйства государственной службы совместно с ассоциацией юристов россии в 19-м году высшая школа экономики к этой теме обратилась в этом году был в части анализов судебной системы я хотел остановиться на том чем занимается мы занимались на нашей кафедре на анализе прежде всего доклада и его идеи проекции вот в 2006 году наши французские коллеги мы как бы кафедра большие франкофоны у нас на кафедре уже четыре доктора французского права подготовлено сейчас вот пятый учится в докторантуре во Франции и мы перевели такой доклад потому что французские коллеги вот я тут буду немножко говорить о рейтинге doing business они увидев что Франция в рейтингах doing business находится где-то между Руандой и Бурунди они заинтересовались этой темой и в 2006 году они выпустили большой доклад он так и называется цивилистические правовые традиции под вопросом по поводу докладов doing business всемирного банка мы на кафедре его перевели он был издан в свое время в издательстве Волтер Склювер но возможно не все с ним ознакомились но само по себе это очень интересное аналитическое исследование оно кстати размещено pdf файл на русском языке можно его найти на сайте ассоциации друзей французской юридической культуры имени Анри Капитана вот они именно готовили этот доклад вот и я Домиру Хамидовичу его отдал пожалуйста все могут познакомиться там каких-то проблем нет поэтому здесь о чем можно сказать что здесь в чем-то есть миф в чем-то реальность это был предмет такой большой дискуссии на разных мероприятиях но можно как общую посылку сказать что правовая система каждой страны это результат такой длительной эволюции которая отражает особенности ее экономического политического развития места в мировом разделении труда часто много зависит от каких-то внешних случайных факторов то есть место того-либо иного государства на правовой карте планеты оно может быть совершенно несоизмеримо несопоставимо с его местом на географической карте планеты ну и вообще складывается такое своеобразное сейчас разделение труда между государствами мы видим когда одни страны хотят сосредоточить на своих территориях экономическую и юридическую обработку результатов труда которые были получены в других государствах оставляя им уже грязные промышленные производства оберя на себя значит уже юридическое оформление этого всего экономическое ну в основе этой конкуренции лежит идея создания более лучших условий для экономического социального развития привлечения инвестиций людей право в этом смысле оно превратилось в такой же товар как и другие то есть для того чтобы привлечь в себе граждан людей для места жительства для инвестиций для сохранения капитала при этом мне как кажется не совсем точно говорить о как таковой конкуренции правовых систем потому что каждая из них достаточно самобытна и развивалась под влиянием собственных импульсов а не в стремлении там противопоставить себя чем-то какой-то другой правовой системе другое дело что в эпоху когда сбылись слова о том что кажется Карлу Марксу их приписывают о том что капитал не имеет национальности и границ то в эпоху глобализации экономик то наша планета она выглядит как большая шахматная доска и мы можем всегда найти там себе место в той либо иной стране перемещаясь из одной страны в другую здесь право становится такой волшебной палочкой мы прикоснувшись к ним мы можем допустим недвижимое имущество сделать движимым допустим мы выбираем лучшую страну для заключения акционерного соглашения или для планирования перехода прав на наследство допустим за эвтаназией нам куда надо поехать в Нидерланды а за суррогатным материнством едут как ни странно в Россию Россия сейчас это рай для суррогатного материнства а допустим во Франции это уголовное преступление ну и так далее здесь много можно приводить пример куда можно поехать за низкими налогами куда можно поехать за низкими элементами или наоборот за высокими элементами и так далее поскольку все в мире нашем ранжируется то вот с 2003 года стали публиковаться ежегодные доклады doing business их готовит всемирный банк ну группа под руководством всемирного банка они построены вот французские наши коллеги они хорошо это еще в шестом году разобрали построены на достаточно простой посылке о том что поскольку лучшая экономика в мире это американская экономика то соответственно лучшее право которое наиболее адекватно отвечает требованиям экономического развития это американское право и в целом система общего права то есть как бы сквозной мотив этих докладов one size fits all один размер подходит для всего то есть ключевые выводы этих докладов что писанное право оно вредит экономике система ориентированная на судебную практику лучше подготовлена к социальным эволюциям чем система писанного права ну и что есть лучшее право и ключ к нему имеют именно авторы doing business отсюда у них делается вывод что система общего права она имеет неоспоримые преимущества поскольку романо-германское право препятствует экономическому развитию в качестве критериев оценки там избраны в основном показатели механистического характера то есть это показатели времени движения количество процедур стоимость без оценки уровня юридической безопасности физической материальной безопасности ну и здесь казалось бы тема академическая вот мы тогда в шестом году перевели доклад в седьмом году издали мне показалось что тема должна быть забыта но как ни странно шесть лет спустя она стала национальным приоритетом нашей страны то есть было объявлено что очень большая задача это сдвинуться со сто двадцатого на двадцатое место в этом рейтинге ну и кстати это воспринято во многих развивающихся странах вот в прошлом году у нас был всемирный конгресс очередной нотариата в индонезии и там выступая на открытии президент индонезии например тоже сказал вот главная моя задача одна из главных задач развития индонезии это огромная кстати страна 260 миллионов населения надо подняться вот в этом обязательно рейтинге ну реальное каково значение наши коллеги разбирали французские ну они показали я не буду зачитывать потому что вы можете прочитать этот доклад он не очень большой там порядка 160 страниц они показали что там построено еще раз говорю на механистических положениях которые совершенно не учитывают многие реальные экономические и юридические обстоятельства потому что например Россия сейчас занимает 28 место в этом рейтинге ФРГ 22 Франция 32 Македония допустим там 17 место но насколько здесь есть корреляция например с регистрацией права собственности Россия сейчас занимает в этой части 17 место по сравнению с привлекательностью рынка недвижимости допустим французский рынок недвижимости Франция там помещена на одно из последних мест он как известно является одним из наиболее привлекательных по французской статистике четверть лазурного берега она уже принадлежит иностранцам недвижимости там вот то есть только ли дело здесь заключается в скорости поэтому ключевой вывод здесь французских коллег и которые я вот разделяю что вряд ли можно критерий doing business рассматривать как некий компас и ориентир для развития и мы находимся в режиме такой действительно объективной конкуренции и действительно мы можем видеть что допустим крупный бизнес в основном в России многие сделки внешнеэкономические они структурируются не по российскому праву это можно видеть из своей консультационной моей личной в доме практики и вашей практики судебной практики но причины здесь самые разные основная наверное пожалуй причина это желание новых собственников обезопасить себя от пересмотра результатов приватизации стремление скрыть конечных бенефициаров потому что именно вот система общего права она оперируя понятиями бенефициарной собственности номинального владения она позволяет выстраивать такие длинные цепочки которые скрывают конечного выгодоприобретателя система же континентального права связанная с нотариатом она основана на обязательной идентификации лиц которые совершают сделки ну среди других причин это конечно выборы систем налогообложения и самое разное другое что можно сделать для повышения доверия к российской правовой системе ну здесь я согласен с авторами доклада академии народного хозяйства что конкурентоспособность правовой системы зависит от большого количества факторов в этом плане здесь главным является движение к намеченным целям здесь нельзя чего-то достичь заранее поставленные цели но здесь надо как бы выбирать потому что все-таки если ориентироваться только на критерии doing business мы все более будем тогда внедрять в нашу правовую систему систему общего права насколько это нам нужно есть отдельные уже элементы то допустим если вы знаете законодательство о специальных административных районах международных компаниях ну наши коллеги в казахстане вообще создали международный финансовый центр Ростана довольно интересный институт за которым стоит наблюдать поэтому на заключение на что бы хотел обратить внимание здесь ну прежде всего здесь нужно думать о стабильности правоприменения как условия привлекательности российского права потому что ну допустим я ну да вот уже 22 года я преподаю в университете Пари-Нантер у меня уже сменилась куча поколений студентов допустим во Франции студенты за сколько лет изучают судебную практику за последние сто лет а в России за сколько лет мы изучаем судебную практику Людмила Николаевна не знаю за сколько вот надо знать лет судебную практику ну в общем вопрос конечно сложный дай бог за последние хотя бы несколько лет вот потом не менее и об этом статье уважаемый Ильгий Сельдарисович говорил потом ну видимо надо видеть достоинства и заниматься тоже маркетингом нашего права потому что большое видится на расстоянии вот одна моя бывшая студентка которая сейчас является адвокатом практикует в России и во Франции Жюли Лассо помню она как-то на конференции лет пять назад так хорошую такую речь произнесла в пользу российского права она говорит у вас ведь на самом деле масса достоинств которые мы используем в нашей юридической практике ваше право кодифицировано действительно не надо знать практику за сто лет а хотя бы там за последние там три-пять лет если знаешь это уже хорошо у вас очень хорошие сроки потому что допустим она говорит вот она занимается делами семейно-правовыми у вас говорит можно за месяц у мирового суди получить решение о расторжении брака во Франции это фантастика это надо ждать несколько лет у вас очень простые критерии компетенции развод без реальных доказательств вины и так далее много такого рода достоинства она назвала но может быть не все с этим можно согласиться поэтому наши иностранные коллеги отмечая нашу систему они говорят что в вашей системе немало достоинств тут тоже немецкие коллеги как-то несколько лет назад когда состоялось создание единого верховного суда я в Берлине меня приглашали на конференцию и там как раз немецкие адвокаты которые работают в России так меня озабоченно спрашивали не повредит ли это системе арбитражных судов почему спрашиваю мы часто включаем в наши контракты пророгационные соглашения на арбитражный суд города Москвы почему ну они говорят ну как в Германии надо судиться 5-6-10 лет а у вас за один год можно пройти все три инстанции и если в деле нет политики то одно и то же дело там взыскать деньги убытки обязать чему-то должника оно будет разрешено одинаково что по гражданскому кодексу России что по германскому уложению поэтому здесь важно вот заниматься таким маркетингом нашего права и показывать что наша правовая система на самом деле имеет немало преимуществ и вот заниматься этим тоже потому что как правило ведь типично российская конференция к чему сводится что все начинают ругать российские суды российское право не замечая тех достоинств которые видят вот наши иностранные коллеги ну а что касается doing business то я допустим вот бы согласился в Индонезии там хорошо выступил представитель Германии его бы словами закончил свое выступление он сказал что Германия занимает четвертое место в мире по валому национальному продукту второе место по стоимости экспорта и если нам нашлось место в этом рейтинге только 22 то это проблема вообще не Германии а этого рейтинга поэтому здесь будем объективными и в общем спасибо за внимание спасибо Владимир Владимирович замечательное вступление которое всех нас наверное побуждает более внимательно изучить этот доклад doing business и соответственно нет французский доклад лучше цивилистические права и традиции лучше лучше французов почитать по крайней мере у меня вообще сложилось такое впечатление что не все так у нас плохо и мы вообще российское право сегодня совершенно не ругаем по-моему и вообще если как вы очень красиво сказали сегодня если относиться к праву как волшебные палочки то вообще все будет хорошо и везде будет самая комфортная юрисдикция спасибо Владимир Владимирович уважаемые коллеги мы также двигаемся дальше по программе и я с большим удовольствием предоставляю слово Людмиле Александровне Новосёвой доктору юридическ наук профессору председателю суда по интеллектуальным правам пожалуйста Владимир Владимирович Добрый день уважаемые коллеги я также с большим удовольствием хотела бы выступить на этой конференции прежде чем я перейду непосредственно к теме моего доклада поблагодарить федеральный государственный университет за организацию этого замечательного мероприятия которое в это нелегкое время дало нам возможность встретиться пообщаться и обсудить очень важный и интересный вопрос я хотела обратить внимание что тема моего доклада по сравнению с заявленной глубоко уважаемым коллегой она звучит более узко и представляется более специальной но с моей точки зрения те идеи которые обсуждались в предыдущем докладе они достаточно ярко отражаются в этой узкой теме которую я хотела бы сегодня осветить почему потому что когда мы говорим о защите интеллектуальных прав то мы собственно говоря имеем в качестве предмета сферу использование которой собственно строятся практически все современные продвинутые экономики в том числе и российская экономика все больше поворачивается к интеллектуальной собственности как к основному активу то есть у меня нет необходимости сейчас приводить цифры которые подтверждают резкое увеличение интеллектуальных активов в объеме общих активов которые сейчас у нас существуют у крупнейших компаний и не у крупных компаний то есть мы понимаем что к этому активу проявляется все больше и больше интерес и собственно говоря количество споров по этому поводу оно тоже своеобразный индикатор который говорит о том что и авторские и патентные и иные права они все больше начинают их ценность все больше экономическая все больше становится понятной для хозяйствующих субъектов и для многих компаний собственно говоря стоимость таких активов она уже превышает стоимость активов привычных нам то есть недвижимости в вечных активов и так далее это с одной стороны да если мы говорим о комфортном климате соответственно мы должны иметь систему которая позволяет защищать эти права и существовать этим правом комфортной ситуации и вторая сторона этого вопроса если говорить вот о заявленной теме это использование новых технологий ну конкретно я не формулировала здесь какие-то технологические моменты мы говорили предварительно обсуждали вопрос об использовании доказательств которые получены из интернет я потом об этом скажу но на самом деле тема автоматически выводит нас на очень важный момент и с точки зрения процессуального и с точки зрения материального права технологической нейтральности я потом вернусь после освещения непосредственно проблем связанных с использованием интернета в качестве источника доказательств к этой проблеме мы можем на сегодняшний день констатировать что российские суды вообще практически не связаны какими-то жесткими рамками при использовании доказательств которые получены из сети интернет и те положения которые закрепляются и в процессуальных кодексах и в разъяснениях которые дает Верховный суд они никаких ограничений не содержат что позволяет такого рода доказательства рассматривать как допустимые доказательства но вопрос в природе этих доказательств вопрос в том в каких случаях и в каком объеме мы такого рода доказательства можем принимать я встречала я встречала в литературе такую точку зрения что есть такой специальный вид доказательств электронные доказательства и предлагается закрепить даже в процессуальных кодексах такой подход что вот есть устные есть письменные а есть электронные доказательства да мне представляется что ну по крайней мере на сегодняшний день я не хочу заглядывать далеко но на сегодняшний день мне кажется для такого подхода нет оснований и те доказательства которые исследователи стремящиеся выделить этот специальный вид называют они на самом деле являются письменными доказательствами хоть собственно говоря в качестве таковых они принимаются судами при рассмотрении тех или иных категорий дел в том числе и дел связанных с нарушением интеллектуальных прав такое выделение мне кажется даже и создает серьезные проблемы на сегодняшний момент мы прекрасно знаем что материальное право в целом ряде случаев требует представления письменных доказательств для подтверждения тех или иных обстоятельств после того как мы предположим займем такую позицию что допустимые электронные доказательства как отдельный вид доказательств нам автоматически придется обращаться к материальному праву и корректировать его положение для того чтобы понять электронные доказательства это те же что и письменные они такое же значение имеют с точки зрения материального права или не имеют или имеют но не все мне представляется что даже с точки зрения законодательной экономии такого рода подход не надо плодить сущности если мы можем без этой сущности обойтись то можно совершенно замечательно жить без этого поэтому вот эти предложения о введении понятия электронных доказательств закреплению в законодательстве оно ну как минимум преждевременно и сейчас да и сейчас в общем-то наверное не стоит это рассматривать как задачу текущего дня совершенно точно но если мы посмотрим на то какие же собственно говоря доказательства могут быть подчеркнуты в системе интернет то тут могут быть совершенно различные источники совершенно различное значение они будут иметь при рассмотрении тех или иных споров но то что мы переписку которая существует в электронном виде рассматриваем как обычные письменные доказательства при наличии информации о том от кого исходит сообщение и при подтверждении подлинности в тексте который там есть это ни у кого не вызывает сомнений собственно говоря в распечатанном виде такого рода данные представляются и при наличии подтверждения адресатов информации они принимаются как обычные письменные доказательства второй момент это здесь мы знаем от кого и что перешло в целом ряде случаев когда речь идет о нарушении интеллектуальных прав имеет значение что та или иная информация в принципе была размещена в сети интернет соответственно распечатки сайтов ранее представляемые только нотариально удостоверенные сейчас суды пошли мне кажется по правильному пути и отказались от обязательного нотариального удостоверения такого рода доказательств то есть сейчас такого рода информация она может быть представлены самими сторонами заверена и суд принимает такого рода доказательства соответственно они считаются надлежащими с точки зрения формы представления доказательств другое дело как будет оценена информация содержащаяся я говорю как будет оценена и соответственно в речь идет о наличии или отсутствии спора по поводу в такого рода информации, факты ее помещения в интернет, времени помещения в интернет и, собственно, содержание самой информации. Это зависит от категории споров. Достаточно любопытно, например, что при рассмотрении споров, связанных с регистрацией интеллектуальных прав, либо споров, которые связаны с нарушением интеллектуальных прав, в одном из источников, на которые ссылаются стороны, иногда выступает российская Википедия или иностранная Википедия. То есть в данном случае возникает очень интересный вопрос, насколько информация, содержащаяся в таком источнике, может быть принята судом, как подтверждающая те или иные обстоятельства. Есть достаточно интересная серия дел, которая была рассмотрена судом по интеллектуальным правам, где, собственно, оценивалось решение Роспатента. Роспатент в основу решения положил оценку страницы с Википедии, на которых содержалась информация об определенном товаре, как об известном в Италии, очень своеобразном, и известном в Италии чуть ли не со времен Древнего Рима. Но мы все знаем, каким образом наполняются страницы Википедии. То есть любой из нас при наличии минимальных технических навыков может зайти на эту страницу, исправить информацию, которая там есть, и, соответственно, разместить там все, что угодно, как бы написать. Потому что официально это не тестируется, не проверяется, поэтому такого рода информация судом не была принята, как подтверждающий указанный факт, именно со ссылкой на то, что данный ресурс является сайтом свободного наполнения, и изменения на соответствующей странице могут быть сделаны любым лицом. Поэтому информация в нем содержащейся не может быть положена в основу решения административного органа, и, соответственно, суд признал, что основанное на такой информации решение не может быть поддержано, оно было признано незаконным. И очень интересный вопрос сейчас возникает у нас в связи с все более широким использованием технологии блокчейн. Все об этом говорят, мало кто понимает, что происходит в этой сфере. Но, тем не менее, все больше и больше ресурсов, все больше и больше коммерческих сделок перемещаются на платформы, где используется подобная технология. И в итоге мы получаем очень часто ситуацию, когда информация о сделках, о так называемых смарт-контрактах, когда информация о результатах этих смарт-контрактов, она существует только в системе блокчейн и должна быть каким-то образом представлена при наличии спора в суду. То же самое мы видим, когда речь идет об использовании объектов интеллектуальных прав, поскольку тоже сейчас, ну, пожалуй, даже интеллектуальные права, они вот в системе блокчейн, многие просто живут. Ну, то есть они возникают в этой системе, реализуются в этой системе, отчуждаются в этой системе, и поэтому все живет, собственно говоря, в рамках этой технологии. Вопрос, каким образом подтверждать при наличии спора наличие тех или иных обстоятельств, которые произошли в этой сети. Я не буду вас утомлять видом этой информации, как она может выглядеть в распечатанном виде, ну, это для тех людей, которые занимаются программированием, достаточно как бы странный текст, потому что он выглядит так, блок-решетка-номер, блок-хэш-номер, транзакшн-номер и так далее. Ну, то есть это вот такой вот кусок текста, где-то страница, которая состоит вот из номеров, номеров хэшей и так далее. То есть даже представление в распечатанном виде, такой информации, она не дает ничего ни суду, ни кому бы то ни было, кто должен на основании этой информации вынести то или иное заключение. Поэтому, естественно, что такого рода информация, для того, чтобы быть доказательством, быть оцененной в суде, она должна каким-то образом визуализироваться и превращаться в форму, которая читаема человеком, в том числе человеком, который будет принимать судебные решения. То есть для того, чтобы это было возможно, нужно либо иметь программу, которая визуализирует вот эту информацию, либо приглашать специалистов, экспертов, которые будут расшифровывать содержание этой информации. В этом абсолютно нет ничего страшного. Мы уже проходили эту историю 20 лет назад, когда сталкивались, первый раз столкнулись с информацией, которая при заключении сделок использовалась в системе SWIFT и так далее. Тогда тоже как бы был страх, что а как же судьи будут разбираться, как они будут такого рода доказательства оценивать. Ничего страшного, разобрались. Вопросов сейчас уже ни у кого нет, собственно говоря, с блокчейном. С такого рода данными тоже, я думаю, проблемы не будет. Проблема, скорее всего, у нас будет, и она требует определенного решения, когда в качестве информации доказательственного значения представляются сами данные из блокчейна. В частности, например, когда подтверждается вот этими данными из блокчейна факт нарушения авторских прав. То есть есть целый ряд систем, которые могут отследить движение объекта авторских прав и дать информацию о том, что вот этот объект был скопирован с такого-то объекта, и, соответственно, сейчас он находится вот там-то, на таком-то ресурсе. То есть можно ли такого рода информацию положить в основу решения, можно ли доверять такого рода информации. Многие специалисты, которые занимаются технологиями блокчейна, они говорят, да, безусловно, потому что сама технология очень надежная, она на 99,9% гарантирует неизменность информации, которая там содержится за счет применяемых алгоритмов, и поэтому такого рода информацию можно, безусловно, рассматривать как надежную и достоверную. Но, к сожалению, это не совсем так. К сожалению, есть целый ряд причин, по которым даже такая информация из блокчейна, она может быть и ненадежной, и недостоверной. По каким причинам? Во-первых, могут быть проблемы в самой системе блокчейн, мы не знаем, на каких принципах она работает, а на сегодняшний день у нас нет стандартов, которые бы регулировали этот вопрос. Поэтому первый шаг, который здесь должен быть сделан, это разработка стандартов, требований к таким платформам, при соответствии которым можно было говорить, что содержащаяся в них информация, она достоверна и может быть, если она не оспорена, принята судом в качестве доказательства. И второй момент, это что делать, если все-таки информация представлена, технически она должна считаться достоверной, то есть мы заложим презумпцию достоверности, но тем не менее сторона ее оспаривает. Это, в принципе, тоже возможная ситуация, как и в любых других случаях. И вот здесь мы, конечно, в сложной ситуации, потому что у нас нет методики и нет алгоритма рассмотрения такой информации. Я хотела бы, собственно, в связи с этим указать на очень интересный прецедент, который имел место в Китае. И с точки зрения комфортных юридикций, мне очень нравится, что Китайская Народная Республика очень быстро реагирует на потребности оборота. То есть мы несколько лет назад говорили, вот в Китае много судов по интеллектуальным правам, потому что рынок просто взорвался, то есть огромное количество сделок совершается. Сейчас в Китае еще три суда, интернет-суда, три суда, которые рассматривают споры в сфере интернет. Так вот, один из этих судов в 2018 году, суд в Ханчжоу, он впервые разрешил использовать данные из блокчейна в качестве доказательства нарушения авторских прав без представления нотариального удостоверения. И по факту этого прецедента Верховный суд Китая разработал методику оценки данных, представленных из блокчейна. И эта методика, в частности, включает целый алгоритм проверки, то есть оценивается с использованием специалистов, является ли эта методика надежной, как аппаратная методика, каким там образом данные передаются, ясны ли предметы, время создания данных, чиста ли среда сохранения данных, возможно ли изменение, если возможно, то каким образом она могла быть, эта информация изменена, и можно ли эти электронные данные проверить с помощью иных специальных каких-то механизмов. И вот на основании этой методики сейчас суды, интернет-суды, они принимают и оценивают доказательства, полученные в системе блокчейна. Мне кажется, что вот на сегодняшний день и для Российской Федерации назрела необходимость разработки такого рода методики. Это была бы большая и задача, и в результате мы бы судам очень сильно бы помогли, если бы такого рода методика, она была бы и существовала, и официально была бы утверждена. То есть она, конечно, будет носить временный характер, потому что постепенно, как обычно, мы привыкаем к новым вещам, и потом уже суды спокойно могут с этим работать. Но на первое время очень бы не помешало, чтобы такого рода ситуация была. Ну и в заключении, если можно, да, Мир Хаммельевич, я резко сменю тему своего выступления. Если будут вопросы, я готова на них ответить. Я вот не вижу розовь, вот, да, у нас сегодня... А что, у вас вопрос крузился? У меня вопрос, да, крузился. А может быть, тогда она подойдет, мы вернемся к этому вопросу, конечно. Спасибо, я на этом хотела бы тогда закончить свое восприятие. Спасибо. Спасибо большое. Я очень признателен, Людмила Александровна, за то, что она традиционно нас поддерживает во всех наших научных начинаниях, и как постоянный автор журнала «Вестник гражданского процесса». Буквально вот за день до симпозиума пришла новая статья от Людмила Александровна. Я вот начал ее изучать. Сначала подумал, она по гражданскому праву, и думаю, как же вот так красиво встроить ее в концепцию нашего журнала. Потом до конца дочитал, понял, что она вообще по исполнительному производству, оказывается. То есть, в общем-то, ее смело можно опубликовать на страницах «Вестника гражданского процесса». Ну и я очень признателен, Людмила Александровна, вообще за тему сегодняшнего нашего симпозиума, потому что еще в прошлом году, когда в Казани проходил совет по кодификации, мы вот обсуждали вообще и научную, и неофициальную часть нашего мероприятия. И здесь Людмила Александровна, она свое веское слово сказала, мы лишь занимались реализацией некоторых ее идей и предложений в том числе. А что касается вашего выступления, действительно, резкое увеличение интеллектуальных активов в компаниях. Сейчас ведь что происходит в политике, мы знаем, что на рынках происходит, мы тоже знаем каждый день. И сейчас самые богатые компании мира это не ExxonMobil или Газпром, это компании, которые водеют интеллектуальные собственности огромные, это Google, Amazon, Apple и так далее. Поэтому ваше выступление на самом деле оно чрезвычайно важно для всех участников гражданского оборота и, собственно говоря, разработка некой универсальной методики оценки и использования блокчейн-технологий. Вот на примере Китая, о котором вы говорили, мне кажется, это можно вообще во всем мире потом реализовать. Людмила Александровна, вот у нас Роза Осина подошла, а можно вот к той части приятной приступить, которая планировалась. Спасибо огромное. Я хотела воспользоваться этой возможностью, которую Дамир Хамедович мне предоставил, и от имени суда по интеллектуальным правам вручить почетную грамоту Розе Осине Сидиковой за значительный вклад в развитие институтов защиты интеллектуальной собственности и за активное участие в работе научно-консультативного совета в суде по интеллектуальным правам. Роза Осина очень большую помощь оказывает, очень активно всегда участвует во всех наших мероприятиях в качестве эксперта. Поэтому я думаю, что коллеги поддержат. Мне кажется, что это достойный специалист, и мне бы очень хотелось его учить. У нас фото, фото. Можно целоваться. Спасибо большое, Людмила Александровна, за столь высокую оценку трудов профессора нашего факультета. Уважаемые коллеги, двигаемся в программе, и я вот с большим удовольствием предоставляю слово Андрею Владимировичу Габову. Коллеги, если можно, я пойду вот в самый конец, потому что там можно листать некое подобие презентации, которой я оттуда буду уступать, если вы не возрастите. Вам можно все. Прекрасно. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад вас всех видеть. Мы действительно соскочились по общению. Очень большая благодарность Дамир Хамидовичу, Лиле Толгатне и всем коллегам, которые все-таки в это тяжелое время, которые вот обменивались там. То ли опять какие-то ограничения продолжаются, то ли не продолжаются. Вот для кого они там продолжаются. Все-таки вы решились нас всех собрать. Вы знаете, мы так соскучились по живому общению, что никакие технологии, никакие зумы, они, конечно, это дело все не заменят. Вот. Иногда хочется и пообщаться, и подурить немножко там, понимаете, и на теплоходе поплавать, и еще чего-то сделать. Это нормальные человеческие желания. В эпоху больших технологий мы про них немножко забываем, а не надо бы. Дорогие коллеги, я начну свое выступление, знаете, вот с чего. Когда я к нему готовился, Дамир Хамидович меня попросил встроить в текст доклада слова про благоприятный инвестиционный климат. Я, в общем-то, их встроил. Но если вы помните замечательный фильм «День выборов», да, там, помните, там сюжет такой есть, когда, значит, Макаревич с Мартиросяном дуэтом выходит, дуэт у них было «Двое против ветра», и говоря, что, вот вы знаете, мы к вам ехали с одной песней, да, вот, но по дороге написали другую, песню «Снежинка», вот, которую мы сейчас исполнили. Поэтому примерно вот я вот в этой же логике немножко поменял, скорректировал свое выступление, которое я планировал сделать, и то, о чем я буду рассказывать, оно мне сначала казалось, что это немножко далеко от процесса. Потом в процессе вот доработки всего этого дела я вдруг понял, что ничего, оно недалеко, а это как раз то самое, что нам всем нужно. Я, оставляя ту тему доклада, которая была, я немножко вот ее для себя, вот здесь выступая перед вами, обозначу ее так, «New Brave World» или «Кругом одни платформы». Ну, вот название первое понятно, да, это Олдос Хаксли, его знаменитое вот произведение, «О, дивный новый мир». Вот, и хочу я поговорить для начала, ну, затрагивая тему инвестплатформ, я хочу поговорить о платформах в целом. Это понятие в последнее время, как вы все прекрасно видите, скинуло с себя технические и политические одежды, которые вы можете прочитать в любом словаре, как платформа, на которой объединяются какие-то граждане, да, политические силы или платформа, которая у нас используется, так сказать, вот в индустрии, в железнодорожном транспорте и приобрело необычную популярность в юридическом мире. Но вот должен я бы сказать, что не только в работах исследователей, к сожалению. Эта терминология настолько плотно сегодня проникла на документы политика правого уровня и даже нормативные акты уже самого высокого уровня, что, я бы сказал, рост упоминания о платформах напоминает мне некоторое стихийное бедствие по одной простой причине. Мы все время об этом говорим, мы, по сути, этот вокабуляр используем в постоянном своем общении. Даже сегодня мы о них говорим. Но задай вопрос, что такое платформа, и я просто уверен, что абсолютное большинство здесь сидящих может дать несколько десятков вариантов ответа. А ведь, понимаете, какая история интересная. Вот я уже здесь должен сказать, как член рабочей группы по нормативному регулированию цифровой экономики. Вот мы тоже недавно эту тему обсуждали в плане построения регуляторики, прежде всего, для ФАС. И мы столкнулись с очень интересной историей, о которой я тоже скажу. Попытка переложить экономические бизнес-процессы, бизнес-терминологию на правовой язык, она приводит к появлению такого новояза и такого, я не знаю, как слово даже у стругацких, кадавра юридического, который невозможно ни в какое законодательство просто-напросто вписать. Это очень тяжелая история. Ну, тогда, если позволите, в рамках отведенного времени я попробую коротко указать некоторые основные тезисы свои. Первое упоминание о платформах. Да, в документах у нас относятся к 2017 году. Соответствующее положение, вы помните, у нас появились стратегии развития информационного общества, которую утвердил президент Российской Федерации, и программе развития цифровой экономики, тоже 2017 года. В стратегии у нас упоминались технологические платформы, в том числе, как части экосистем, цифровой экономики, различные технологические платформы для дистанционного обучения, национальные технологические платформы онлайн-образования и онлайн-медицины. Значит, отдельно упоминались информационные платформы для распространения качественной информации российского производства. Хотел бы обратить внимание, что, если вы помните стратегию, как документ, он содержит очень серьёзный словарик. Вот там вот эти все экосистемы, это и так далее. Вот что интересно, упоминание о платформах в этом документе не сопровождалось тем, что было дано хоть какое-то определение того, что здесь имеется в виду. Тема платформы получила развитие в программе цифровой экономики 2017 года. Здесь оно стало использоваться более широко. Во-первых, платформы были названы одним из трёх уровней цифровой экономики наряду с рынками, отраслями, технологиями, средой. Во-вторых, появилась новая терминология, которую мы в основном используем все сейчас, это цифровая платформа. Вот, собственно говоря, первый документ, где официальный, подчёркиваю, не документ какой-то статьи, где это всё появилось. В этом документе стало говориться о прорывных и перспективных сквозных цифровых платформах или просто цифровых платформах. В качестве опыта таких платформ в этом документе стали использовать предоставление государственных и муниципальных услуг, система платежей, создаваемых кредитными организациями. Интересно, что в этом документе содержалась программа или план создания к 2024 году не менее 10 отраслевых индустриальных цифровых платформ. Да, чувствуете? Сначала была просто платформа, потом она стала обрастать прилагательными. Да, значит, технологические, информационные, цифровые, индустриальные, отраслевые, какие угодно. Как и стратегии, этот документ никакого определения не содержал. Первое определение появилось в том же 2017 году в документе, который обычно у нас не вспоминают. Это основные направления реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза. Но вот я его чуть дальше разберу. Еще большее развитие темы платформ получила в действующем паспорте национального проекта цифровая экономика, который был утвержден в 2019 году. И здесь я должен подчеркнуть, что в паспорте имеются десятки, я подчеркну, это десятки упоминаний о различных платформах, лишь часть из которых упоминалось в предыдущих документах. Ну и в том числе функционирующих в рамках других платформ. Ну вот здесь вперед так вот двигать, да? Ну вот я, если вы позволите, здесь просто прокомментирую, потому что здесь не надо их каким-то образом называть. Вот следующие четыре или там пять слайдов, они будут касаться тех платформ, о которых этот паспорт только упоминает, обратите внимание. Ну вот там государственная единая облачная платформа, да? Смотрите, общественная сетевая платформа управления правами на РИДы, результаты интеллектуальной деятельности, дистанционное зондирование земли. Вот тут пилотная платформа, значит, для использования разработок результатов интеллектуальной деятельности, единая цифровая платформа обеспечения деятельности президента, правительства и других органов, значит, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это все, вот смотрите, это все продолжается, по-моему, пятый слайд уже идет, обратите внимание, что продолжаются только наименования платформ. Их там около 20, только упоминаний, подчеркиваю, те. Самое интересное, что если вы будете читать эту программу, обратите внимание, они ведь там не просто называются, да, вводятся в мир, грубо говоря, каких-то феноменов. Там предполагается эти платформы создать. Там есть определенный план, когда мы эти платформы должны создать. Вот что интересно, я здесь вот попытался некоторым образом свести, вот обратите внимание на несколько вещей, когда будете вот эти слайды потом смотреть. При всем богатстве упоминания, в паспорте нет ни одного определения, что такое платформа вообще. Имеется значительная вот пестрота в качестве использования качественных характеристик. Посмотрите, ну я тут не все их вывел, единое, аналитическое, универсальное, отечественное, пилотное, там еще общественное, значит, вот и так далее, и так далее, и так далее. Что интересно, коллеги, обратите внимание на последний вот здесь булит, что практически все упомянутые платформы не имеют отношения к сфере гражданского оборота. Проще говоря, перед нами, ну, я не знаю, можно сказать, наверное, аналоги СМЭВов, да, которые существуют, аналоги СМЭВов, то есть, грубо говоря, такое масштабирование, которое здесь есть. Что интересно дальше, на этом платформизация не заканчивается. Вот смотрите, следующий документ, о котором мы ведем речь, это основные направления газвыборы. Вот в 2019 году то, что ЦИК утвердил, о создании цифровой платформы, которая после завершения, значит, станет новой версией газвыбора. Это еще одна платформа, которой нет в программе цифровой экономики. Ну, наконец, вот, так, тут этого нет, а, наконец, два закона. 2019 года один, второй у нас 2020 года. Это закон о привлечении инвестиций с использованием инвестплатформ 259-й. Это определение инвестплатформы и свежий федеральный закон о совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы. Или финансовая платформа. Значит, должен заметить, что если бы мы с вами посмотрели то, что у нас в части платформ говорится в статьях и других работах, то здесь это понятие используется еще более широко. Ну, давайте вспомним, поскольку мы на конференции по гражданскому процессу, что у нас сейчас говорят активно о платформе правосудия или платформах правосудия. Говорят о платформизации правосудия, появлении платформенного права, да, которое используется для разрешения споров, которые возникают между участниками так называемых платформ. В общем, что я должен сказать, коллеги, вот если делать некоторые выводы, которые вот в середине текста, я должен сказать, что ведь у нас на наших глазах происходит очень интересное явление. У нас в самом ближайшем будущем в структуру отношений, а соответственно и в структуру правоотношений, будет встраиваться новый элемент, да, инфраструктура такого рода платформа, по сути, посредник. Причем участие посредника в этих правоотношениях, оно будет носить, в общем, строго говоря, массовый характер, потому что мы сегодня говорим о проникновении вот этого посредника в те правоотношения, в которых мы не то, что не предполагали их участие, даже не мыслилось в участии. Ну, я имею в виду, конечно, платформизация правосудия. Казалось бы, да, то есть ведь вопрос совершенно очевидно, очень такой чувствительный. Потому что что такое платформа? Платформа, да, это ведь не, вот мы говорим облако, да, какое-то вот. Давайте хранить информацию в облаке, давайте ее сохраним там-то. Красота описанная. Но ведь за этим облаком кто-то стоит, правда? Ведь кто-то его поддерживает, значит, этот кто-то эту информацию все равно вашу видит тем или иным образом или имеет доступ к ней. Так и здесь, если у нас в рамках посредничества при осуществлении различного взаимодействия возникает кто-то третий, да, то, строго говоря, результаты взаимодействия, личные данные участников взаимодействия и многие другие вещи, которые они проделывают, он, собственно говоря, может их видеть, агрегировать их определенным образом и каким-то образом эти агрегированные данные продавать. Ну, кстати, как вы понимаете, вот до сих пор ведь не можем по Бигдате договориться, да? Не можем, не можем договориться по Бигдате. И все последние попытки внести соответствующие изменения, они пока все не привели ни к чему, потому что договориться о том, что такое большие данные, как мы должны в каком порядке их собирать, кто, когда, в каком виде должен давать согласие, должен ли он подписаться, или там достаточно конклюдентных действий или чего-то, в правовом сообществе и в бизнесе, да, информационном и в госслужбе нету единых позиций. А это, кстати говоря, между прочим, один из базовых вещей, которые создают цифровую экономику в принципе. Ну вот, очевидно совершенно, что, кстати говоря, вот эта проблема приведет потом к секуляризации платформ, потому что я, например, строго говоря, вообще себе не представляю, как государство может отдать контроль, да, над сферой общения, например, в сфере правосудия. А вот я думаю, что, я не знаю, не сильно, по-моему, ошибусь, да, судьи меня, если что, поправят, но, по крайней мере, вот, насколько я понимаю, не только наши специальные органы, но и суды, они по зуму не общаются, потому что, грубо говоря, там есть вопросы, которые, ну, нельзя, значит, туда погружать. Они общаются по своей, соответственно, информационной системе. Это как раз пример такой стекуляризации, очень интересный. И, кстати говоря, тоже феномен, который мы пока в процессуальных, коллеги, кодексах, этого пока не нашло отражения, согласитесь. Это вообще как бы тема, мы вроде в ней находимся все, особенно за последние месяцы, но эта тема, она как бы такая теневая, да, она как бы все время в боку у нас. Мы мыслим кодексы как некое такое пространство традиционных норм, а это, как бы, конечно, уже очень сильно все поменялось. Глобально, конечно, все это ставит вопрос о равенстве. Именно о равенстве, потому что через какое-то время остро станет вопрос о доступе. Потому что, если мы в таком виде вводим в систему наших правоотношений, систему как определенную совокупность, да, всяких вот публичных, частных, частно-публичных, осложненных, неосложненных фигуру посредника, то, конечно, возникает вопрос. Для того, чтобы нам воспользоваться какой-то услугой, нам туда нужно войти. Если я не привязан к платформе, если я не имею возможность доступа или доступ дорогой, а я либо не получу эту услугу и продукт, либо возможности будут у меня значительно уменьшены. Типичный пример, то, что у нас сейчас происходило в процессе, значит, вот этой пандемии. Если вы помните, по крайней мере, те, кто из Москвы, они прекрасно помнят, вы не могли записаться в какой-то орган, просто прийти, вам надо было туда обязательно войти, сначала записаться через систему электронную. А это не всегда можно было сделать. И тут мы столкнулись с забавной ситуацией. Создавалось-то для чего? Доступ сделать, правда? Больше, как бы, возможностей. А получилось, что ты не можешь туда войти, и ты никто, тебя там нет. Ты не можешь, грубо говоря, попасть и какую-то услугу свою, которую ты хочешь реализовать там и воспользоваться ей. Это интереснейший, с моей точки зрения, вопрос. Он касается, причем, всех, потому что ведь есть еще и цифровые диссиденты, которые вообще отказываются и говорят, нет, там вот я никакие данные не могу. Вот что делать с цифровым диссидентством, оно, конечно, постепенно будет умирать, но факт остается фактом, потому что, грубо говоря, вот эта система равенства, она у нас очень сильно колеблется, сильно разрушается. Я здесь не драматизирую, коллеги, проблему, потому что все из вас, кто здесь сидит, они в той или иной форме взаимодействуют с какими-то электронными сервисами. И вы прекрасно знаете, для одного сервиса один ключ, для другого другой, для третьего третий, а некоторые ключи еще и денег стоят, понимаете? То есть, а среда доверия, которая, собственно, должна этот доступ обеспечивать, ну, то есть, мой электронный паспорт, грубо говоря, да, чтобы я там своей там сетчаткой, глаза, чем угодно, мог входить в любую систему, имея там, взять встроенный электронный паспорт, этого пока нет. А это очень серьезный момент, потому что я же не могу там как со связкой ключей входить с этими там вот флешками там в тех случаях, если там о квалифицированных вещах идет речь. Далее. Платформа – это модель экономической деятельности, которая исключает множество институтов, к которым мы привыкли. Ну, вот здесь спор был с моих совершенно замечательных коллег, и Владимира Владимировича, и Людмила Александровна, и Бронислава Мячеславовича. Значит, вот это вот как раз спор из этой серии, понимаете? Вот мы привыкли к определенным институтам, экономическим, правовым, инфраструктурным, которые обеспечивают нашу жизнь. Но то, что сейчас создается и вносится, коллеги, через платформы, и что сейчас не все замечают, это ситуация, когда, по сути дела, мы… Слово такое. Мы обваливаем старую инфраструктуру. Для нотариусов хорошо, это плохо, потому что это старая инфраструктура. И если она не будет каким-то образом встроена в эту платформенную часть, то мы увидим то же самое, что будет происходить с типичной инфраструктурой сбытов, сбыта продукции, поиска и так далее. Она будет просто-напросто обсыпаться. И это уже не какие-то страшилки, это реальность, потому что, собственно говоря, экономисты, я об этом дальше коротко скажу, когда они говорят о платформенной экономике, они, собственно, говорят о том, что это просто обрушение тех структур, которые это поддерживают. А что это означает? Это означает, понимаете, что мы в ближайшее время, коллеги, столкнемся с тем, что в освобождении кадров это и так понятно. Кстати говоря, довольно квалифицированных, которые занимаются многими сегодня специализированными видами труда. Но дело в том, что типичные представления о наших феноменах каких-то, например, офис, организация, юридическое лицо, все это будет меняться и трансформироваться. Тот же труд. Ведь сегодня что, если вы отслеживаете, например, картинку, вы прекрасно видите, что ведь сегодня активно обсуждаются вопросы того, что труд поменялся в этой истории. Вопросы эксплуатации, они ушли сегодня. Трудящийся, грубо говоря, условный, да, он готов сам себя эксплуатировать на этом такси, ездить там часами, грубо говоря, крутить баранку для того, чтобы деньги заработать, и все равно ему на эти нормы охраны труда и все, что там касается, и все это остальное. Это очень серьезный, коллеги, вопрос. У меня нет времени уходить здесь в социологическую часть, но абсолютно понятно, что с точки зрения социологии мы, конечно, экономики будем иметь очень дифференцированное, очень пестрое общество. И, конечно, будем иметь новую систему бедности. То, что сегодня активно в рамках слова «прекариат» используют социологи, экономисты и наши, и другие. Тут, кстати говоря, я должен заметить, иногда можно слышать, что цифровая экономика поможет победить бедность. Есть такая точка зрения, западные там пишут, что некоторые исследователи, не буду их цитировать, значит, что цифра дает возможность выйти нам за какими-то услугами, то, чего раньше люди не имели. Но при этом мы забываем, что ситуация с доступом порождает как раз новое неравенство, гораздо более серьезное, чем то, которое было, и чем то, которое есть. В этом смысле, конечно, мне кажется, что вот эти все разговоры о победе цифровой экономики над бедностью, это, конечно, иллюзия. И, слава богу, вот я был недавно свидетелем, когда вот такой лозунг, он, собственно говоря, хотели его даже включить в программу, и, слава богу, он туда не попал. Еще один аспект, это регуляторика, я уже о ней говорил, меры реагирования государства. Ну, понятно, что в самом общем виде платформа – это перераспределение экономической власти. Грубо говоря, это ситуация, когда у нас появляется субъект, который притягивает к себе эту власть просто автоматически. Опять же, не буду здесь цитировать экономистов, которые про это активно говорят, но возникает вопрос. Возникает вопрос, а, собственно говоря, как нам это все регулировать? И вот, когда мы, собственно говоря, встали вот в эту ситуацию, обнаружилось, что для того, чтобы регулировать, надо хотя бы это определить. Надо хотя бы сказать, а что есть такая платформа? И здесь вопрос не в том, что у нас чистота юридическая должна быть выражена, что само по себе хорошо, но у нас должно быть приемлемое определение, которое позволяет государству реагировать. Ну вот я здесь, следующий слайд буквально, это текст. Вот если вы его почитаете, я его просто прокомментирую. Это где-то недельной давности сообщение, которое было, значит, вот в СМИ. О чем оно? Оно вот о чем. Оно о том, что Федеральная антимонопольная служба, она использовала новые положения, да, соответственно, закона о защите прав потребителей, которые касаются агрегаторов. Почему я об этом говорю? Помимо проблемы, связанной с тем, как определить, да, нам еще нужно не создать проблему введения сущности, из-за которой ничего нет. Вот смотрите, в 2018 году у нас в законе появились агрегаторы. И вот это вот сообщение, почему я его вел? Смотрите, вот агрегатор, при всем том, что там его определение тоже достаточно, в законе достаточно неопределенная программа для ЭВМ или сайт, или страница сайта в электронной коммуникационной сети интернет, владельцы там которых могут и так далее что-то там сделать с помощью этого сайта, этой страницы. Но это позволяет уже сегодня в работе агрегаторов, да, как бы государству как-то реагировать. То есть мы привязываем элементы регуляторики, созданные для индустриальной эпохи через агрегатор, уже связываем с ситуацией, которая у нас происходит сегодня при изменении экономического базиса. Почему я этот пример привел? Да дело в том, что если вы посмотрите законопроекты, пояснительную записку к нему, когда вводили понятие агрегатор, там конкретно говорилось о том, что у нас не хватает регулирования платформ, и поэтому мы должны ввести регулирование вот такое, которое мы вводим. Это вот очень интересный аспект, понимаете, вот это вот бросание словами платформы, там агрегаторы, что агрегатор, что платформа, это, к сожалению, вот у нас очень сегодня принято. Но вот что же такое платформа? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо посмотреть для начала экономистов. Есть несколько определений и русскоязычных, и англоязычных, разных. Я некоторые здесь просто дам, вот буду там как-то вот коротко их комментировать. Если мы посмотрим то, что чаще всего говорят экономисты, то они говорят о какой-то бизнес-модели. Бизнес-модели, которая позволяет через механизм этой платформы привлекать группы потребителей, производителей, значит, тех, кто оказывает услуги, предоставляет информацию, и употребляет друг к другу, при этом с возникновением так называемого сетевого эффекта, который, собственно говоря, тоже фаз должен определить, и пока этого не может сделать, потому что, грубо говоря, как этот новояз переложить в правовой язык, мы пока, строго говоря, не знаем. Ну вот это вот Муазет Джонсон, кстати, если кто-то интересуется этой темой, это одна из лучших книжек, называется «Платформа практическое применение революционной бизнес-модели». Ну это вот наше российское определение учебника цифрового права. Тоже, в общем, не сильно понятное, строго говоря, если вы так просто смотрите, да. Третье определение, ну это вот тоже определение одной из. Еще одно определение цифровой платформы, это у нас определение тоже российское. А вот очень удачное определение, это сорничек. Кстати, очень книжка маленькая, ее сейчас высшая школа экономики выпустила, значит, «Капитализм платформ». Ну, строго говоря, для понимания темы очень важная. То есть цифровая инфраструктура, которая позволяет двум и более группам взаимодействовать. Ну, в принципе, вот такое достаточно общее определение. Вот. Можно еще давать там определения разные. А теперь классификации. Это очень интересная тема. Вот. Первая классификация – это презентация Ростелекома. Вот. Они разбивают все платформы, существующие вот на три вида. Причем они их иерархию делают. Если вы эту презентацию найдете, да, вы можете посмотреть, как они вот, соответственно, инструментальных, через инфраструктурные и прикладным платформам идут. А вот, например, определение… Так, нет, это я не стал делать. Да, вот страничек я не стал делать. Вот. Тут есть целый такой тоже, значит, вот большой блок. К чему я это говорю? К тому, что вот посмотрели мы эти экономические определения, да? Что из них можно для права коллеги вынести? Ну, вот мой ответ простой. Ничего. Ничего. Грубо говоря, все, что экономисты сегодня описали в рамках новой модели экономики, новой модели платформенного взаимодействия, переложить практически на какое-то определение крайне сложно. Потому что, вот строго говоря, вот я смотрю на эту историю и понимаю, а чем это, например, отличается от того, если бы я назвал это порталом. Вы помните, была когда-то тема такая популярная, везде были порталы. Портал тот, портал тот, портал этот. В принципе, я мог бы назвать это и сайтом, как точку входа, да? Хотя я знаю, моя-то точка зрения, там мы с коллегами спорили, они, в общем-то, говорят, что называть там платформу сайтом – это то же самое, что называть там юридическое лицо, там, вот местом его нахождения. Ну, я с этим готов согласиться. Но вот дальше возникает вопрос, а что же с правом? Вот смотрите, вот определение платформ, которые попытались дать. Вот обратите внимание на первое – это Евразес. Мы как-то забываем, это же наша программа действий, правда, да? Система средств, поддерживающая использование цифровых процессов, ресурсов и сервисов значительным количеством субъектов цифровой экосистемы и обеспечивая возможность их бесшовного взаимодействия. Что-нибудь понятно? Что такое бесшовное взаимодействие? Это технический термин, бизнес-термин, который употребляют IT-компании, когда там, грубо говоря, они говорят о том, как клиент тот или иной может там воспользоваться тем или иным продуктом, да, грубо говоря, который вот есть там в сети. Но в чём вы правы? Понимаете, красиво звучит бесшовное взаимодействие. Но это технический термин. Вот как его раскрыть? Ведь его вправо переложить невозможно. Абсолютно понятно, что люди, когда это дел писали, значит, это писали технари. А во-вторых, писали люди, которые пытались, наверное, охватить необъятное в одном определении, включить вот всё, что там в Ростелеком в эти три вот группы пытался выделить, а это разные группы. Ну, дальше вот. Есть ещё у нас концепция цифровой аналитической платформы, да. Посмотрите, вот что здесь, значит, вот коллеги говорят. Чем интересен этот документ? Это документ уже в развитии паспорта. И этот документ уже описывает то, как они видят платформу, да. Посмотрите, совокупность средств, мероприятий того сего пятого, десятого, что позволит сделать процесс сбора данных незаметным необретен. Это что такое? Это разве платформа? По сути дела, опять перед нами СМЭФ. Это система межведомственного какого-то взаимодействия. С данным случаем, с включением ещё третьего элемента, когда у нас люди, грубо говоря, в юридически значимую информацию туда вот эту систему вписывают. Андрей Владимирович, регламент. Да. Я извиняюсь. А я только начал. Коллеги, я пропуская всю эту историю, давайте, Дамир Хамедович, я прямо к концу перейду, можно? Конечно. Я про процесс. Тут много чего, вот у меня было ещё сказать, там слайдов много, но я хочу, коллеги, сказать про процесс, про правосудие. Почему эта история, мне кажется, очень близкой тематике Дамир Хамедович конференции. Первое. Абсолютно понятно, что через платформу, через вот это новое регулирование у нас идёт размывание юрисдикций. Я, поскольку целый блок тут пропустил, да, в силу недостатка времени, я очень коротко про это скажу. Ведь понимаете, трансграничность никто не отменял. Специфика трансграничного взаимодействия и выстраивания внутри платформ, по сути дела, элементов разрешения спора, это вопрос как раз не вывода юрисдикций, а размывание правосудия и имитации его внутри этих платформ. И об этом тоже, кстати, исследователи уже пишут. Если у вас возникает внутри какой-то платформы экосистемы спор, там уже есть какой-то супервайзер, который этот спор готов разрешить. Это интереснейший вопрос. Второе, третье вернее. Значит, для нас и для процесса в целом это имеет значение, потому что нельзя говорить о платформенном праве. Но можно говорить о том абсолютно точно, что у нас возникают попытки через вот эти вот платформы, в том числе трансграничные, создавать такие элементы регулирования, которые претендуют на статус анклавов. Анклавов, которые, в принципе, не сильно могут, ну не то, что не сильно, они просто могут существовать вне национального регулирования. Это второе. Дальше. Доказательства. Вот здесь очень хорошо, вот спор был у коллег и то, что Людмила Александровна говорила. Ведь вы понимаете, вот это все, платформы, это совершенно новый подход к доказательствам, в том числе в процессе. Помните вот эту рекламу замечательную, не зачекинился, не считается. Так вот здесь все зачекинивается, понимаете. В этой системе, в этой платформе каждое ваше действие, оно отслежено. Грубо говоря, все ваши действия, они абсолютно прозрачны, абсолютно понятны. Отсюда, кстати, возникает интереснейший вопрос. Это вопрос сохранения ваших следов и сохранения тех документов и форм, которые вы создали, которые будут иметь потом значение для процесса, как доказательство того, что этот текст когда-то существовал. Это очень интересный вопрос. Доступ, об этом говорил. Изменение формы юридической деятельности. Ну, все время вспоминаю здесь Саскинда, его эндофлойер. Еще раз говорю, что мне кажется, что мы на пороге глобальных изменений. И вот если мы все-таки эту историю как-то пропустим, не сможем ее адекватно изобразить вправе, то мы, конечно, не то что потеряем конкурентноспособности, но платформы, особенно зарубежные, они имеют средства. Это, знаете, как вот разрастающаяся такая история. Нам надо их, во-первых, иметь свои, во-вторых, понимать, как с этим работать. Наше право пока к этому не готово. И я вот как раз в этой презентации пытался показать, ну, которую я не всю имею возможность показать в силу времени, что произошла очень плохая история, коллеги. Мы позволили засорить свой правовой язык, закидать его просто вот мусором, понятиями, понимаете. Вот у нас везде платформы. А что такое, ответить никто на это не может. Спасибо. Спасибо, Андрей Владимирович. Удивительный доклад, удивительное выступление. Вы сумели нас приобщить, на самом деле, к такой теме, как вы сами сказали, которая практически не имеет связи с правом. Но, видимо, это настолько далекое, может быть, близкое будущее наше, что все-таки это надо изучать и понимать не только систему газ-правосудия, но и некоторые другие платформы, которые могут быть использованы в том числе юристами. Ну, не секрет, что сейчас вот наиболее успешные юридические компании, они имеют практически собственные платформы, каждая, да, своя. Вот, и, в общем-то, на самом деле, в этом есть определенный резон и для гражданского процесса, особенно с учетом вот этой пандемии, когда вот эти онлайн-технологии, они очень-очень востребованы.